Добро пожаловать и тебе. Так что вот, вот это вот мы сегодня взорвем. Так, с влажных свитков, да, ты сказал тебе начать? Ага, так, это мы сделаем. Честно осознался, собирал не три, не четыре дня. Сказал две недели. Две недели собирал свитки. Ну, я бы, наверное, не... Вы бы поверили, если бы человек сказал, что он собрал это за три дня. Я бы не поверил. А вот две недели, верю просто как... Как жене родной. Так вот, ну чё, погнали. Как говорится, черный пиар тоже пиар, да, да. Я собирал вчера. Вчера за вечер собрал свитки, ребят. У него было штук 15 этих, да. А так все остальное собрал. Начнем, да? С этого начнем. Так, ну погнали. Я буду 1, 2, 3 нажимать. Надеюсь, вас это не будет сильно раздражать. Ты онлайн, поэтому, если чё, обнови стрим. Да, Светлоган, обнови стрим, чтобы у тебя была минимальная задержка на стриме. 2-3 секунды. И ты мог прокомментировать, если чё, чё и как делай. Так, первая молния. Две недели, да? Чё? Сука выпала. Просто сумка. Так, ну, есть такое дело. У нас две блески, так что, может, чё-то и сверканет. Ага. Удачного призыва собирателя. Вот, да. Ну, это сколько? Посчитайте, там около 1000 свитков. Может, даже больше. Я думаю, уже кто-то посидел. Посидел и посчитал. Угу. Да, да, да. Это почти рекорд нашего стрима. На самом деле. Почти рекорд. Хотя, нет, наверное, это можно считать рекордом. Предыдущий рекорд был 1200 свитков. Но, но, там было на двух серверах. Глобал и Европа. Хоть один аккаунт, но на двух серверах. Поэтому, теоретически, можно считать это, наверное, рекордом тогда получается, да? Наверное, да. Там хоть на 100 или 200 свитков было больше, но я же говорю, типа два разных сервера. Если это сильно важно или влажно. Так, пошли свитки. Оууу май. Гитаристку тебе какую-то призвали. Я попаду в аналы истории. Да, попадешь. Никто тебя не забудет и не вспомнит. Диссонанс. Атакует всех врагов. Короче, обзор на всех этих новых персонажей. Последних, которых добавили, на два семейства. Будет отдельно у меня в плейлисте для спонсоров. Вот. Гайды. Кому нужны мои гайды плюс обзоры на новых персонажей. И все самое интересное, я их специально делаю видео для спонсоров. Любая спонсорская подписка. И вы можете смотреть все эти видео. Самая дешевая спонсорская подписка Стоит 25 рублей Украдите там у мамы, у бабушки 25 рублей, подпишитесь и смотрите Если вам нужно 30 мистиков собрал, отлично Ну же Да, пока что видите Даже остров не лагает, пока мобов мало Да, пока все чекен макнаггетс Слишком влажный призыв Одни влажные мобы Если сверкает, ты сразу понимаешь Что там будет что-то влажное Ага Да, так вот, я не договорил Я же говорю, раньше, года 2-3 назад меня так бесило Что меня какие-то хейтеры где-то обсуждают То есть раздражал тот фактор Понимаете, что хейтеры Он меня сейчас не раздражает, но я его до сих пор не понимаю Раздражал фактор того, что Вроде какой-то чувак меня смотрит Или чувиха, да Смотрит, чуть бы не каждый день И меня везде поносит На вопрос, а зачем ты меня смотришь Ответа никогда нету Понимаете И меня это просто бесило И самое главное Когда тебе какие-то ноунеймы Там один-два зрителя его смотрят Или просто какой-то школьник сидит Тебя где-то обсуждает В каком-то паблике В какой-то группе А сейчас ты воспринимаешь это Как постоянную рекламу То есть они тебя обсуждают Значит ты самый известный в этой игре Значит красава Пускай обсуждают Ну типа А кого еще можно обсуждать в этой игре? Покажите мне хоть одного человека В этой игре Который на этой игре Заработал таких огромных денег Ну просто они считают Что я заработал эти деньги С каких-то школьников Там как будто я их ворую И прочее То есть я продаю услуги Продавал и продаю услуги до сих пор И заработал на этой игре Огромную сумму денег Которую я не потратил На героин Там на шлюх каких-то И прочее Я вложил в дом В свой дом То есть цена моей работы Это то где я сейчас живу Двухэтажный дом На 128 квадратов У моря в Одессе Но хоть один может этим похвастаться? Нет И близко То есть я могу сказать так Что ни один стример По Summoner War Даже в совокупности Все стримеры Которых я знал Или еще там узнаю За сколько? 200 лет буду еще стримить Summoner War Узнаю за эти кучу лет Они все в сумме не заработали И не знаю Наверное 10% того Что получил я И для них это звучит Как некое ЧСВ и прочее То есть понимаете 21 век И интернет Трактует тебе некое правило Что если ты говоришь людям истину Понимаете Правда есть у каждого своя Ну Я объясню Может кто-то не знает Что такое истина Как говорится Да Вот смотрите Что такое истина для меня? Правда Что для кого-то Солнце завтра взойдет А кто-то сидит и думает Нет Завтра солнца Наверное не будет вообще Там не знаю Прилетят инопланетяне И заберут у нас Эту звезду Но как бы истина Что солнце завтра будет Все будет нормально Да Ничего не поменяется Ну типа Крайне мала вероятность того Что завтра мы не увидим солнце Вот такие вот дела Да То есть это есть некая истина Правда у каждого своя Кто-то может солнце называть Ну Солнце может думать Что это не солнце Какое-то там Не звезда какая-то В космосе Да Там где-то летает Парит стоит на одном месте А может это лампочка Какая-то светит И он верит Что это просто лампочка Хорошо Пускай верит Но истина есть истина Следовательно К чему это О Мы вызвали влажного Надо Надо Наверное обновить Истина для меня В том заключается Что Когда ты говоришь Людям правду Вот просто правду Смотрите Я говорю Без какой-то надменности Без какого-то оскорбления Простую фразу Я заработал на этой игре Около 15 миллионов рублей Даже больше Если взять за все 5 лет Больше Конечно сумма больше Это звучит как ЧСВ Пантовство И прочее Ты просто сказал правду О чем мне скрывать Ну типа все и так это знают Но это звучит для Тех кто тебе завидует Понимаете Тем кто тебе завидует Звучит как ЧСВ Пантовство И прочее Я что Сказал эту фразу Чтоб я не знаю Кого-то унизить Или Кого-то назвать Неудачниками И прочее Я трактую факт Что я Как стример Являюсь тем Кто заработал больше Чем все В совокупности В СНГ комьюнити Пытающихся Заработать на этой игре Ну то есть Правда же Да А у них от этого Так жопа пылает Блин И мне это так нравится Они это тоже обсудят Не переживайте Все мои слова Которые я вот так вот говорю Обсуждаются еще где-то То есть Они находят отголоски Знаете Это как эхо Вот Да не нужно меня за это уважать Понимаешь Разведусина Ты считаешь Что я говорю эти слова Чтоб меня кто-то уважал Я всегда говорил 5 лет И буду говорить Что меня не нужно уважать Вы меня Как личность Как человека Никто не знаете Будем Говорить правду Верно Может я в реальной Жизни Там детей ем Ну это не правда Честно говорю Нет Не ем Они невкусные Пытался Вот То есть Уважать За что ты меня можешь Типа уважать Да не за что Для меня уважение Наверное проявляется Больше в реальной жизни Да Сейчас секундочку Спасибо тебе За платную подписку Для меня уважение В интернете Ну проявить Наверное просто Нереально и невозможно Уважение у меня Может заслужить Человек Которого я знаю В реальной жизни С которым я Очень долгое время Общаюсь И я на него Скажем так Уповаю И он для меня Пример в жизни Наверное этот человек Может вызвать у меня Некое уважение В интернете У меня никто Не вызывает уважение Вообще никто Кира вкусная Ну я ее кусаю Нет Не вкусная Поэтому в интернете Никогда никому Не проявлялось у меня Уважение Увлажнение И прочее Вот Как-то так Я же говорю Вот никогда Не понимал Факта того Что зачем Ты смотришь Человека Который тебе Не нравится Зачем Чатик Есть объяснение Я просто Всегда вот так Вот думал Да Вот есть же Типа там Какая-то Как они называют Себя армия Хейтеров И те кто Меня не любят И прочее А почему никогда За 5 лет За 6 лет игры Эта армия Не объединилась И к примеру Ну смотрите Вот просто Ставлю вам пример Почему все те Кто ко мне Относятся негативно Не придут На стрим Какого-то Одного Школьника У которого 5 онлайн И не сделают Ему онлайн Допустим Там 200 250 человек Почему Понимаете Здесь срабатывает Такая некая пословица Как мне мама В детстве говорила Соби ныгам И другому ныдам То есть Это что-то типа Знаете Просто чтоб Аракиса Не существовало И все То есть Они не будут Смотреть Ничьи стримы Но главное Чтоб и другие Не смотрели Аракиса И при этом Сами же сидят У меня на стримах Хватит им детей Подкидывать Детей Притвиндеты Вот Я никогда Не понимал Этого Вот ну типа Ну вот зачем Вот я вижу У себя в чатике Сидит у меня 3 или 4 Моих явных Хейтера Они ничего Не пишут в чате Но они сидят И смотрят Я просто допустим Уважаю себя Как человека В интернете Я себя Ну никак не могу Позиционировать Ни кем И я не что В интернете Мы здесь одни Мы здесь просто Банально пиксели Да Хотя мы каждый Там личность В реальной жизни И все такое Но в интернете Мы просто Какие-то никнеймы Какие-то образы Аватары Верно Следовательно В интернете Понтоваться чем-то Наверное глупо Но Но Есть всегда Некое такое вот но Что типа Уважение Это у меня к себе Личностное есть И оно переносится Частично для меня Лично в интернет Что И оно трактуется Или выливается Во что Если я Из-за чего-то Недолюбливаю Человека Я не буду Вообще Никак С ним общаться Я попытаюсь Избегать его Полностью Ну типа Вообще никак Я не хочу Знать этого человека Зачем мне на него После этого Тратить время Те на пельменей Перековывать Переплавлять Или как Да скажи Я тебе пельмени Да буду делать Или у тебя Есть трехзвездочные Я не понимаю Вот я себе представляю Вот я смотрю Обломова Это не реклама Но все же К примеру Часть его контента Когда он обозревает Какие-то доставки Я их почти никогда Не смотрю Почти никогда Смотрю Но Большая часть Мне не нравится Но я ему не пишу Ни гневные комментарии Ничего Но не нравится Не в том формате Что Ой он там говорит Какую-то хрень Просто я не люблю Это и все Не то как он Это делает А вообще Понимаете То есть Можно да Сказать так Что если бы Кто-то другой Обозревал Контент Доставка еды Я бы смотрел Нет Я вообще ни у кого Не смотрю этот контент Он мне не интересен Как факт Но когда он там Что-то готовит Там приезжает К себе на дачу И прочее Я все смотрю А теперь я представляю Если бы мне не нравился Его контент Да Но я его смотрел бы И писал бы ему Где-то гневные комменты Блядь Ну Я бы себя перестал бы Просто уважать Не понимаю Таких людей Вот просто не понимаю Зачем так делать Так как минимум Странно И эти люди Себя позиционируют Как вполне адекватные Как же ты можешь Быть адекватным Если ты смотришь То Или того Кто у тебя Вызывает Столько гневных эмоций Вот этого Я за 5,5 лет Так и не понял Может кто-то Мне пояснит Для чего Ни один хейтер Мой Не дал мне На этот вопрос Ни разу Внятного ответа То есть я когда Пытался поговорить С человеком Который ко мне Как-то относится Негативно Там Ярость Я у него вызываю Гневные мысли Какие-то Чувства То есть я пытался Задать простой вопрос А зачем тогда Ты меня смотришь Зачем ты подписан На мой ютуб канал Пересматриваешь все видео Заходишь там Ставишь какие-то пальцы Вверх-вниз Неважно Пишешь какие-то комментарии Зачем ты на стримы мои Приходишь Но молча Сидишь и смотришь Зачем Где на твиче лайк поставить А нету на твиче лайков Можешь подписаться на канал Для душевного Самоудовлетворения Ну ты это говоришь Так как ты не являешься Моим хейтером То есть ты пытаешься Тоже догадаться Да Вот что в голове Вот что в мыслях У того самого Назовем так Хейтера в голове Вот мне всегда было интересно Вот за 5,5 лет По стриму Я наверное решил Все вопросы уже Заметьте Я Ну последние месяцы Наверное ни с кем Не разбираюсь Ни с кем Срачи не устраиваю Ну типа как будто Я раньше специально Просто раньше я реагировал На какой-то хейт Хейт в чатике И мог с человеком Два часа сидеть Пеной изливаться Сейчас этого нету Да и хейтерам скучно Потому что я с ними не срусь Ну типа я уже все темы Обсудил И ни один хейтер Не придумает Ничего интересного Да то есть Я пропускаю их сообщения Игнорирую Либо просто кидаю в бан На время Да самое прикольное Что я их не баню Пермачем А баню на время Это такой некий Вид троллинга Понимаете Забанить пермачем Это не интересно А вот забанить На 5 минут На день На неделю Чтоб он потом Опять пришел Че-то вякнул Ты его опять забанил То есть я его воспринимаю Как мою сучку Который приходит И делает так Как я сказал Он все равно вернется И что-то пукнет в чат Но я же говорю Может быть Когда-то Мой хейтер Пригласит меня В телеграм В скайп Или еще куда-то Не для того Чтоб со мной посраться А для того Чтоб объяснить Свою точку зрения Почему Я ему не нравлюсь Нет Точнее Почему я ему не нравлюсь Можно не объяснять Куча факторов У меня там Какой-то нос не тот Я не то говорю Я там Денег зарабатываю Якобы на том На чем я не должен Зарабатывать Бла-бла Вот эту хуйню Несут полнейшую Да То есть они считают Что я должен делать Что-то не так Они хотят Чтоб я превратился в них И они бы на моем месте Делали бы что-то по-своему Да срать я им хотел в рот В этом плане Вот Я хочу узнать По какой причине Почему ты меня смотришь Если я тебе не нравлюсь Почему Зачем Вот Объяснить Может мне кто-то Может у вас есть знакомый хейтер Я готов его выслушать Пускай он мне объяснит Четкую причину Нет Я понимаю Честно Я даже частично Уважаю людей Которые ко мне Негативно относятся Но они меня Никогда и нигде не смотрят Они как говорится Раз зашли ко мне на стрим Сделали свой вывод Типа Аракис Мне Назовем так Не нравится Все И забыл про меня Как говорится Но есть же другой вид Их большинство Они все равно Тебя регулярно посещают Они смотрят Твои там видосики На ютубе Какие-то обзоры Какие-то гайды Какие-то акции На стриме сидят Тихонько Вот-вот Я хочу Понять Почему Где самоуважение Где оно Должны же быть Какие-то принципы У людей Должны быть Должны Да Хейтерс Гонна хейт Да Смотрю Пишу в чат Так нельзя Если не интересно Писать сюда Что мне интересен Контент Который ты делал Что Я ничего не понял Ждут момента Для хейта Они понимают Что я реагировать Уже с негативом На них не буду Ну типа Уже все темы Обсудили за 5 лет Да Мне часто писали Толян Вот мне все нравится В твоем стриме Только бля Поменьше бы Разборок с хейтерами И прочее Да Мне казалось Что если я с хейтером Поговорю Я поменяю его мнение Нет Только трата времени Я не поменяю Мнение человека Люди не меняются В основном В основном Да Не меняются Поэтому менять их мнение Не нужно Но я же говорю Единственный вопрос Который у меня остался Зачем меня смотреть Если я тебе не нравлюсь Фетиш на рвоту Каждый день смотрю И блюю в монитор Что-то типа того Знаешь Вспоминается гифка Простите Кто сейчас ест Извините Гифка вспоминается Собака Начну с хорошего Собака что-то съела И выблевала Потом смотрит Смотрит на это По сторонам Опять съела И опять Это выблевало И вот так вот Постоянно Напоминает Приблизительно Да Вот мои хейтеры Еще мне делали сравнение Аракис Понимаешь Хейтеры Это как обезьяны Которые сидят В вольере Каком-то Сравнение Немножко Дикое Неправильное Потому что Они по неволе Своей оказались Там Но все же Ситуация такая же Глупая Когда ты Над обезьяной Кривляешься Как-то А обезьяна Реагирует Как Она часто Берет свой Помет Тут же Срет Берет свои Какашки Своими Лапками Руками Лапками И кидает В тебя Но в тебя Она не попадает Так как Стекло Какое-то Между вами И все Но сам факт Что обезьянка Взяла свою же Какашку И кинула И испачкала В итоге Только свои Лапки И все А ты стоишь И дальше Такой типу Тру-ту-ту Тру-ту-ту Но я же говорю Сама идея Да вы поняли Конечно ситуация Страшная Плохо что Конечно обезьянки Находятся в неволе Все дела Да Вот так вот Так что Вот Надеюсь Кто-то меня пригласит Это не обязательно Должно произойти На стриме Честно Вот если мне человек Напишет вконтакте В телеграме Или вайбере Толян Как говорится Гол на 5 минут Я тебе объясню С удовольствием пойду Вот честно Да Желательно Без каких-то там Оскорблений Потому что Если он начнет там Орать Материть меня Я просто скажу Ладно пока Просто если он Действительно объяснит Свою точку зрения Почему Меня смотрит Но при этом Он меня ненавидит А первач будет У популярных людей У всех есть хейтеры Так я согласен Естественно Чем бы ты не занимался В интернете Ты всегда найдешь Своих хейтеров Всегда Всегда Что бы ты ни делал Абсолютно Ты можешь быть монашкой Как я говорил в пример Ты можешь монашкой быть Который там В церкви свечки выставляет Ничего вроде плохого не делает Все равно будут писать гадости Что она не так стала Что у нее там не так Что-то с фигурой Или просто По какой-то причине Будут писать гадости Да Это Я это осознал Я это понимаю Я не 100 долларовая купюра Чтоб всем нравится Невозможно нравиться всем Я и не стараюсь Уже давно-давно не стараюсь Вот Есть часть хейтеров Которые думают Что они меня где-то поносят Что-то мне Якобы критикой Критикой какой-то Меня разносят И они считают Что для них я изменюсь Нет, это неправда Я не буду меняться Ни для кого Я стримлю как удобно мне А кому нравится То пускай смотрит То есть понимаете Смотрите Я вот такой слепой мессия Который ведет за собой людей Кто хочет Пускай идет Кто не хочет Не идите Сравнение конечно глупое Слепой мессия Но все же То есть я никого не призываю За мной идти Кто хочет Тот меня сам находит Реклама есть в ютубе Реклама у меня в контакте В моей группе И так далее Кто хочет Тот смотрит Но зачем за мной идти Если ты не понимаешь Куда я иду Зачем я туда иду И вообще Ты меня ненавидишь Вот такие вот дела Да Почему и зачем Смотреть и хаитить Это как способ Мазохистского Самоудовлетворения Мазохисты И причем Кто-то может сказать Что это типа Оу май Что типа Коронавирус сейчас Много людей сидит дома Да нет Всегда такое было Пять лет такое Вот я пять лет Стримлю чуть больше Вот так вот Так ГЦшка Просто хотят Выплеснуть Свой комплекс Неполноценности На человека Который добился Всего сам Да здесь уже Нет Понимаешь Не все Гадости пишут Из-за того Что я якобы Чего-то добился И они типа Неком не завидуют Не все Не из-за этого Человек может быть Успешнее чем я У него там Миллионы долларов Но все равно Он меня смотрит И хейтит Вот Друида да Так чатик Первый первач Так есть такое Виталий добавил Тебя друзья Да вот мой контакт Добавляйтесь Добавляю всех Кому нужны Какие-то услуги Пишите мне слово Price Или просто добавьтесь Так ну первый первач Пошел На предпоследнем месте По свиткам Смотрите Все такое влажно Извиняюсь Ура первач Да Так Что у нас тут Сейчас мы это Скормим Так надо выключить Я сегодня впервые Вчера впервые Кондиционер включил Прям так резко Что-то в Одессе Жарко стало Прям резко Резко Первачи Да Так на десяти тройки Никакие там не нужны Да Я скармливаю Все Чтоб ты не сказал Аааа Толян мразь Скормил моих там Монстров На гексаграм Так Завтра если будет Такая же погода То наверное Мы пойдем на море Да Тут Идти пять минут Ну я думаю На велике поедем Может все Вообще всех да Скармливают И друида Да Хорошо Друида в блеску отдадим Может еще один выпадет Второй шанс Играл в игру Четыре года назад Было плюс-минус Акции мало было Ну естественно Сейчас акции Не успевает Одна закончится Тебе еще две сверху Накидывают Вот Сейчас Игра совершенно другая По сравнению с тем Что было Сейчас намного проще Играть Это единственная игра В которую я играл Долгое время И нельзя сказать Что игра скатилась Игра для меня Лично скатилась Потому что Игра не дает Никакой рекламы То есть для меня Это плохо Для вас то пофиг Правильно То есть Игра только улучшается И если Судить игру Именно как просто Контент и все Игра развивается Уже 6 лет Только лучше И лучше И лучше Стает Конечно Честно Играет некая Зависть такая В душе Потому что Типа новичкам Тогда и сейчас Разница огромная Да Что тогда было Намного легче Это естественно Но это наверное Такая Зависть какая-то Какой-то Даже частично Юношеский максимализм И прочее Включается В твои 30 лет Просто зависть Больше Как бы Срабатывает Потому что Ты думаешь Бля Я тогда Три месяца Потел Чтоб хоть раз Первого гиганта Убить А тут люди Сейчас на второй На третий день Формят гиганта Потому что Ну уже все Дали Бери Делай Все что хочешь Ну просто Настолько Облегчили игру Что дальше Некуда Нет Дальше есть Куда еще Есть Есть Я уже Не удивляюсь Ни одному Патчу Которые Не вводят И еще Упрощают Игру Для новичков Хорошо Что в этой игре К счастью Упрощая Игру Для новичков Они упрощают Частично И для нас Эту игру Но Для игроков Новеньких Они упрощают И чуть бы там Не в какое-то Количество раз За один патч Да К примеру А для меня Это просто Как приятный Бонус К примеру Да С последней локации Там Я получал Раньше Нихрена А теперь Дают Комплект Трун Этот комплект Трун Мне не нужен Новичку Он просто По зарез Там запрет Последнюю локацию А я просто взял Этот комплект Трун На халяву Продал И получил Там Не знаю 100 тысяч Маны К примеру Вроде бы На халяву Да Приятный Бонус Но Новичку От этого Комплекта Более Приятно Больше Эмоций Каких-то Вызываются Чем у меня Но опять же Я тоже Как бы Не в пролете Потому что Комптуасы Мне тоже Его дали Просто разница Да Там Дай Миллиардеру Миллион Долларов Или Дай бомжу Миллион Долларов Разница Существенная Как бы Да Хотя Бомж Наверное Просрет Пробухает Да Или полностью Одетого Моба В топ Руны Короче Да Ожидайте Комптуасы Патчи Еще крутые Выпустят Так Друидэти Оставлю Тут Пускай будет Игру Все Облегчает И облегчает Как бы Это конечно Естественно Хорошо Че тут Плакаться Типа Это хорошо Ясенпень Так После влажных Смотри Я даю Аккаунт На розыгрыш И т.д. А если я Бесплатный Подписчик Хочу участвовать Не получается Что? Я не понял Твоего позыва Обычная Да? То есть Мистики Хорошо Ты именно Его хотел Или он тебя Так как говорится Устроил Этот первач Да У тебя есть Из чего Блеску делать Если что Этот вопрос Ты говоришь Не понимаешь Человека Который смотрит Твой стрим И пишет И не пишет И мол Что он хейтер Я не пишу В чат Но я же не хейтер Мне просто Не всегда интересно Что-то писать А ты тут при чем? А ты тут при чем тогда? Ну если ты не хейтер Смонар 21 Что ты за фигню пишешь? Тогда как это тебя касается? Можешь Тритона кинуть Блеску Ну если есть Тиана То Да Это мой Тритон Может туда уйти Если тогда ты не хейтер То как тебе вообще Вся история касалась? Или ты можешь За хейтера Как-то ответить? Не можешь Ведь ты же не являешься хейтером Правильно? Ты же не можешь Ответить за какого-то человека Который там Не знаю Болен чем-то И ты не можешь сказать Что ой Я понимаю твою боль Нет Если бы теоретически Не дай бог Ты болел бы Такой же болезнью Или что-то с тобой Было бы не так Как и с ним Ты бы мог сказать Да чувак Я тебя конкретно понимаю А так ты пытаешься Мне ответить за хейтеров Каких-то И не пытайся Чувак Если бы ты написал Толян Я твой хейтер Вот я тебе отвечаю За базар Вот так Вот так Вот так А тут ты пишешь Что ты не хейтер Но пытаешься за них ответить Что ты за дичь несешь? Вусы хочешь? Да что за бред? Зачем он тебе нужен? Так Ну Один первач уже есть Я думаю Ну еще минимум один тоже будет Понимаете Там же свиток стопроцентный Еще раз вам покажу свитки Тут еще самое сладенькое Вы поняли Да Самое сладенькое Скоро будет И по поводу того Что я разыгрываю аккаунт Я что-то не понял Смонар Давай я переведу Твои слова Наверное на русский язык Ты не понимаешь Почему я делаю Розыгрыш аккаунта Для платных подписчиков? А я тебе отвечу На твой вопрос А почему нет? Вот Ну а типа А почему нет? Смотри Я Я объясню Точку зрения Свою Конкретно и четко Я не говорю Что что, эээ, красавчики участвуют в розыгрыше, а все, кто нет, все там какие-то неправильные. Я так хоть раз сказал, вот, по крайней мере, в данный момент. Раньше я мог так прикалываться, но сейчас я понимаю, что мне уже надоело так, блядь, прикалываться. Я просто говорю, я делаю розыгрыш сегодня аккаунта для платных подписчиков. Кто хочет поучаствовать, тот подпишется. Кто не хочет, не подписывайся. Я что, в твой карман полез, телепортировался, взял твою карту, оплатил подписку? Нет. Ну, типа, блин, не хочешь, не подписывайся. Дальше. А с другой стороны, почему я должен для тебя разыгрывать аккаунт, да, если ты меня никак не поддерживаешь? Да, ты смотришь мой стрим, ну а дальше? Платная подписка дает мне половину с того, что ты заплатил Твичу. То есть, это финансовая поддержка. Я покупаю воду себе, еду за это, оплачиваю интернет, газ, воду и прочее. Понимаешь? И, к примеру, я же не только аккаунты разыгрываю, я разыгрываю там ангелмонов и прочее. То есть, большую часть контента, который я разыграю, то есть, этого, всяких плюшек, которые я разыграю, я их покупаю за деньги, которые получаю с подписок и с доната. То есть, почему я должен для тебя, допустим, разыграть то, что мне дали возможность купить люди, которые поддержали мой канал платной подпиской или донатом? То есть, зачем? Для чего? Ну, типа, бля, зачем? Смотри, я тебе переведу на русский язык. Что выгоднее магазину сделать? Вот ты держишь магазин, Сумонер, да? Вот ты, надеюсь, ты взрослый мальчик и ты услышишь меня. Ты держишь магазин. Представь, что у тебя огромная база клиентов. К тебе приходит в день там тысячи человек. Что лучше сделать? Что лучше сделать, по твоему мнению и по моему? Я выскажу свое, а ты напиши потом свое. Ну, как бы мое будет являться истиной, если ты с ней не согласен, но ты, наверное, тебе лет 5 или 6. Вот. И ты за свои деньги ничего не покупал еще в жизни. Смотри, магазины делают розыгрыш как? Это стандартный розыгрыш. Тысячи человек купили что-то, к примеру, на тысячу рублей. И среди них, среди этой тысячи людей по чекам сделали какой-то розыгрыш. И разыграли им, допустим, оплатили этот чек. Допустим, ты тысячу рублей отдал, но ты оказался каким-то там или тысячным клиентом, или там 875, потому что на шарики выпало число 875. И тебе полностью оплатил магазин этот чек. Или второй вариант. Ты держишь магазин, тысячи человек у тебя что-то затарило, да? Но ты пошел и, допустим, какую-то сумму денег потратил на людей, которые просто на улице ходят, и они к тебе ни разу в магазин не заходили. Или просто заходят, смотрят, но ничего не покупают. Как ты считаешь выгоднее сделать розыгрыш? Мне кажется, по первому варианту. Потому что ты и мотивируешь людей у тебя и дальше затариваться, и для них же делаешь розыгрыш. И они тебе полезны, и ты им полезен. Хотя в первую очередь они приходят тебе в магазин, потому что, ну, тут уже история другая. Люди подписываются на мой канал не потому, что они хотят выиграть у меня футболку от Гилмона или аккаунта. Они подписываются, потому что поддерживают мой контент. Я им нравлюсь, они меня поддерживают. Они мне таким образом говорят спасибо. А не для того, чтобы выиграть что-то. И с другой стороны, не будем лукавить, им приятно что-то выиграть. Ну, типа, я не видел ни одного человека, которого я прям сижу и полчаса умаливаю. Чувак, ну ты выиграл футболку, ну пожалуйста, забери ее. А чел мне говорит, нет, Алян, не надо, оставь ее себе, пожалуйста, не надо. Я такой, ну пожалуйста, возьми футболку. Он такой, нет, Аракис, не хочу. Ну, типа, все рады выиграть какую-то плюшку. Какую-то плюшку. Вот и все. Ну так, а как еще не за то, что просто зашел в магазин розыгрыш делать? Ну так вот. Я тебе объясняю, перевожу это на русский язык. Что почему ты должен участвовать в розыгрыше, если ты не подписан на мой канал? Хорошо, Сумонор, давай я переведу еще на максимально простой язык. Смотри, ты с пацанами, с девушками когда-то собирался на, не знаю, вот зимой, да, чаще всего там праздник, Новый год. И как бы современное общество, молодежь, да и раньше, в принципе, собирались деньгами, снимали хату, к примеру, где-то. И чтоб не с мамой и папой, да, сидеть и бухать шампанское детское. Они собираются в какой-то хате и там, как говорится, жестко нажираются или просто проводят хорошо этот вечер или ночь. Представь себе, да, что все твои друзья скинулись там по тысяче рублей, будем, к примеру, брать тысячу рублей, а ты не скинулся. Имеешь ли ты право, как говорится, на халяву прийти, бухать и жрать? По совести, если поступить. Имеешь ли ты право? Мне кажется, нет. Тебя, конечно, если они хорошие друзья пустят, ты будешь жрать, бухать, они скажут, та, чувак, бывает, денег нету, чего ты, не переживай. А теперь представь, что ты вот такой халявщик просто по жизни. И ты ни с кем не скидывался. По чесноку, если ты скинулся, да, на это бухалово, то ты имеешь право с ними бухать. Нет, ну что ты туда пришел? Ну да, так, чтобы не крутить никому яйца. Проводят хорошо ночь, да. А потом на утро беременные и все дела. В подводника сыграли, да, как вчера мы смотрели. Но меня бы загрызла бы совесть, честно. Я бы максимум бы с ними посидел бы 5 минут, выпил бы водички бы или там пол бокала шампанского, которого бы мне просто подлили и все. И сказал бы, ребята, у меня там, не знаю, яйцо болит, я пошел домой. Мне было бы неловко просто. Я не люблю за чей-то счет, блять, что-то там бухать. Нахер оно мне надо. Заработал, купил, твое. Коротко и ясно. Ну блин, понимаете, жизненные темы все понимают. А как только переходит на интернет и на мой контент, некоторые люди включают идиотов. Они думают, что я должен бесплатно это делать. Розыгрыши там, смотреть аккаунты и прочее. В жизни все все понимают, да? Когда ты приводишь жизненный пример, точно такой же. Но когда ты переводишь его в интернет, все, у людей срабатывает халявство. Халявничество. Ох, про плюхи розыгрышей, тогда я согласен. Вот про видео гайды не очень согласен. В чем-то не очень согласен. Что я должен гайды снимать бесплатно или что? Опять же, а в чем разница между гайдами? Я наконец-то дошел до того, что я перестал быть лохом. Summoner21. Потому что раньше, мне кажется, я был лохом. Я сейчас делаю гайд для тех, кто меня поддерживает. Так это то же самое, Summoner, что ты не понимаешь? Это то же самое. Только смотри, здесь я делаю розыгрыш для тех, кто спонсировал этот розыгрыш. А там я делаю гайды для тех, кто спонсировал эти гайды. Summoner, ты не понимаешь, что я не буду делать гайды, если на меня не будут платно подписываться? И все. Это не ультиматум, это факт. Так как у меня есть большая база платных подписчиков на ютубе, для них я делаю гайды. Если бы ее не было, я бы не делал гайды. И все. Привет, Бравл Парк. Вот и все. Это максимально легко. Я тебе могу показать, сколько у меня платных подписчиков на ютубе. Ну, то есть мне не сложно. Вон, смотри. Я не буду обновлять. Вон, 874. По деньгам можно не смотреть, потому что это надо обновлять 10 раз, чтобы сумма поменялась. 874 платных подписчика на ютубе. Для них можно постараться сделать гайды? Можно. Ведь эти люди поддерживают твой канал, и в ответ они имеют право видеть там чего-то больше. Все? Попахивают ребенком? Ну, я не знаю, Summoner, а сколько тебе лет? Вот так как бы, без наезда. Просто скажи, сколько тебе годиков? Вот как-то так. 20. Ну, то есть 20 лет ты не понимаешь очевидных вещей? Ну, видишь, я тебе постараюсь объяснять. Если ты что-то понял, или там со мной согласен, солидарен, пиши. Я не знаю, просто достучался до тебя или нет. Как-то принял ты мою точку зрения или нет. Или ты до сих пор считаешь, что я какой-то неправильный человек и прочее. Ты можешь считать меня каким хочешь, в принципе, человеком. Я делаю это для себя и как нравится мне. А кому, как говорится, тоже нравится, они будут воспринимать это как работу и как контент. И тоже меня будут поддерживать. Я же не заставляю тебя заметь. Понимаешь, Сумонар, что бы тебе не нравилось во мне и в моем творчестве, всегда прими истину, что я твои деньги забрать не могу, пока ты их сам мне не дашь. Овпаривать, продавать, называйте как хотите, рекламировать. Я могу все что угодно. Хоть гей-порно на стриме. Ладно, это не будем рекламить, оно что-то не продается. Вот, понимаешь, да? А твоя задача, либо смотреть такое и покупать. Второй вариант, смотреть, не покупать. Третий вариант, не смотреть. Все. Ну, типа, я же, к счастью для меня, а то меня бы, наверное, посадили, я не могу к тебе там как-то зайти и взять там номер твоей карты, переписать и с твоего компьютера мне же задонатить. Понимаешь? На твоем месте я бы делал мини-гайды для бесплатных подписонов, мини-информативные. Зачем? На моем месте. Так, бери делай, Сумонар. Бери делай. Зачем мне это делать? Сумонар, объясни мне, зачем мне делать мини-гайды для бесплатных подписонов? Если я могу в обычных видео, не гайдах, рекламировать то, что у меня есть охуенные, полноценные гайды, которых, по моему мнению, лучше никто не делал за 5 лет, у меня в плейлисте. Сумонар, ты понимаешь, что ты со мной сейчас обсуждаешь? Принцип. Сумонар, тебе 20 лет. Скажи мне правду. У тебя есть 25 рублей? Есть ли у тебя 25 рублей? В принципе, в любое время суток. Не обязательно на карте, на киви, просто на руках там, я не знаю, в банке. Есть, конечно. Так в чем претензия? То есть, для тебя принципиально, чтобы я это просто делал на халяву? Но не с Россией? И что? С любой страны можно подписаться. VPN решает все вопросы. Сумонар, на меня подписаны платно и с Украины, и с Молдавии, везде, где даже нету кнопки стать спонсором. То есть, если ты принципиально хочешь, чтобы я это делал бесплатно, то вопрос другой. То смысл, что мы спорим. Правильно? Как-то так. Понимаешь, этот спор может дойти до уровня что-то... Вот я не хочу своих детей в жизни иметь. Не хочу своих детей. У Даши есть ребенок, и я ее воспринимаю не как свою дочку. Ну, как бы как племянницу-дочку. Но воспитывает ее в основном Даша. Она ее дочка. Понимаешь? А кто-то мне может предъявить Толя, ну это неправильно. Вот, весь смысл жизни. Это чтобы были дети. Продлить свой род и все такое. Но я не такой человек. И зачем ты со мной споришь? Понимаешь? Сумма НР21. Если бы подписка на меня стоила минимальная там 10 баксов или 20, я бы понял людей, что типа чувак, ну блять, не у каждого есть такая сумма, чтобы подписаться. Но 25 рублей есть у всех. Дешевле просто нельзя. Ты понимаешь, что я для себя принципиально поставил эту подписку в 25 рублей? Дешевле нельзя. Некоторые люди мне пишут, Толя, мне стыдно на тебя подписываться за 25, поэтому я подписался за 249. Ну типа, блять, 25 рублей, что ты с них получишь? 12 рублей? Я такой, да, спасибо тебе за более дорогую подписку. За это он получит еще больше плюшек. Каждому свое, вот именно. Ну видишь, сумма НРВАР, я тебя вроде бы не оскорбил, да, ни разу. Нахуй тебя не послал, прости. Вот. Тебе попытался максимально внятно объяснить. Мне 31 год. Я считаю, что я научился разговаривать к этим своим годикам. Я умею изложить четко свою точку зрения. И зачастую взрослый народ, в принципе, меня понимает. Может быть, не каждый согласен, но истину мою он понимает. И он со мной не будет спорить, потому что, как говорится, твой харам, делай все, что хочешь. Так я не хейтер. И я знаю, что ты не хейтер. Хейтеры со мной по-другому общаются. Да. Я с тебя тоже хейтера не делаю, заметь. От того, что мы с тобой сейчас это обсудили, ты думаешь, я с тобой как-то хуже общаться буду или что? Ты мне плохого ничего не сделал. Ты вывел меня на некую дискуссию. Я тебе объяснил свою точку зрения. Просто мне хотелось бы, чтобы ты просто хотя бы услышал. Не факт, что ты поменяешь свою точку зрения. Мне это не особо нужно, но чтобы ты услышал, что есть вот так и все. И ты никак не сможешь это поменять. Понимаешь? Мне тоже, допустим, что мне в жизни не нравится? Что мне не нравится? Что мне не нравится? Мне не нравится, что у меня вот здесь кусок дороги, он до сих пор не асфальтирован. А все куски дороги рядом, подобные моему, уже асфальтированы. Но вариантов у меня два. Или ждать пока мне государство, то есть начальство этого района заделает этот кусок, через время его сделают. Или взять свои деньги, потратить и заделать. То есть, как говорится, либо терпеть, и это когда-то что-то поменяется, в моей ситуации это точно поменяется. Или взять, заделать этот кусок за свои деньги. Я, допустим, принципиально не хочу за свои деньги это заделывать. Потому что я на этом клочке земли живу один. А еще рядом может быть шесть домов. Возле меня два, и напротив меня три. Люди, которые туда переедут, у которых уже земля куплена там, да? Они просто на готовые уже дороги за мой счет будут кататься. Я вот такая принципиальная мразь, и не хочу, чтобы моим, скажем так, в этой ситуации даже, можно сказать, моей дорогой кто-то пользовался. Но я же не поставлю два шлагбауна, и не буду брать с них деньги за то, что они ездят, правильно? Ну, тоже уже не настолько я принципиальный дебил, блядь. Как бы дебил, но не принципиальный. Вот. 25 это дорого? Ну, типа да. Не, ну не будем троллить, высмеивать. Я же говорю, если у человека принцип, понимаешь, я сейчас обращаюсь к тебе, Сумунар, принцип не подписаться на Аракиса, и не важно, стоит это 1 рубль или миллион рублей, то я человека понимаю. Но тогда зачем этот человек со мной спорит? Просто не подписывайся. Найди себе бесплатные гайды, сделай себе сам гайды. И все, зачем со мной спорить? А если человек не знал, что это стоит всего лишь 25 рублей, так я открою правду. Это стоит всего лишь 25 рублей. Это 7 гривен украинских. Это один раз маршрутки проехаться. И то не в каждой, но в зависимости, куда и где вы ездите, на какой маршрутке, да, в каком вы городе находитесь. Ну, типа, это вообще, это копейки. Ладно бы, 25 рублей стоил бы один гайд, ты его один раз смотришь, и все. Если ты там что-то не запомнил, нужно опять платить эти 25 огромных рублей. Нет, 25 рублей это месяц, все гайды тебе доступны. Ну, типа, я хуй его знает. Понимаете, если бы тут еще срабатывал бы фактор конкуренции, вот я могу себя вот со стороны осудить. Мне кажется, то есть, если взять все СНГ комьюнити, по игре обширно, больше, чем я, не знает никто. Это опять же ЧСВ, или как это там хейтеры называют? Или это констатация факта? Я констатирую это как факт, потому что я 5 лет как губка накапливаю информацию в этой игре. Потому что эта информация мне строит дом. Понимаете? Ни для кого другого вся та информация, которую он пытается поглотить по этой игре, не является... Скажем... Блядь, слово не могу подобрать русское, в украинском крутится. Видите, блядь, сложно, когда ты украинский знаешь лучше, чем русский. Короче, ни для кого это не является работой. Поэтому он не особо и парится. Вот, и все. Покажите мне хоть одного человека, который 5 лет гайды на свой YouTube канал снимает. Который знает, в принципе, ответ на любой вопрос в этой игре. Покажите мне. Который знает очень много вещей по механике в этой игре. Полностью, вот по всей игре, да? Где тебя новичок может задрочить сотни вопросов, вот ты на все сможешь ответить, если захочешь, конечно. Нет таких людей, блядь. И мне еще предъявляют, что я один единственный, который этим занимаюсь. Вот именно вот так, назовем так, на профессиональном уровне. И мне еще преподносят, что гайд стоит 25 рублей. Это ебать как неправильно. Это, сука, не по-христиански. Вот это уже неправильно. От людей, что они вот так вот тебе заебают. Нет, чтобы поддержать этого человека, да? Они еще тебе где-то гадости пишут. Это я не про тебя, Сумонар, сейчас говорил. Это я так абстрактно о тех плохих человечках. Так. Лучший гайд не надо одевать Тегмарса Виолент. Кого? Тегмарса? Не надо одевать Виолент. Да, это для всех, против кого ты воюешь, да? Не надо одевать Виолент. Я понял. Так, продолжаем. Типа, если есть люди, которые делают гайды лучше, чем я, дольше, чем я, и знают в этой игре лучше, чем я, и вы им доверяете больше, чем я, зачем, опять же, быть подписанным на меня и пытаться со мной как-то спорить и договориться так, чтобы гайды были для всех бесплатными, чтобы я делал какие-то гайды, мини-гайды для всех? Зачем? Всегда можно найти того, кто тебе будет что-то делать бесплатно, как говорится, лоха. Я устал быть лохом, я там почти пять лет снимал гайды для всех на халяву, ну, типа, хорэ, блядь, хорэ, устал. И, опять же, я говорю, что я это говорю не для того, чтобы меня кто-то пожалел, это констатация факта. То есть я делаю гайды для спонсоров. Ведь есть спонсоры. Если бы их не было, я бы не делал гайды. Вы что думаете, кто-то сидит и думает, что я бы до сих пор бы делал гайды, если бы у меня было бы десять платных подписчиков на ютубе? Я мамой клянусь, я бы уже не делал бы давно гайды. Я бы выкладывал бы ГВшки, свитки, открытия, там, акции какие-то, обзоры. Ну, может, еще какие-то видео, что там из такого. Но гайды я бы не делал. Нахера? То есть, ну, типа, нахера? Я не вижу в этом смысла. Есть подписчики, поэтому я делаю гайды. Не наоборот. Я не делаю гайды для того, чтобы у меня было еще, еще, еще больше подписчиков. А просто есть подписчики, и у нас был уговор. Мне говорили, Толян, да ты что, каждый второй на тебя подпишется. Ну, не каждый, конечно, второй, далеко не каждый второй, но каждый там сотый, но подписался. Теоретически, да? И все, и готово. И вот для них я делаю гайды. То есть, эти люди приносят мне какую-то часть моей зарплаты. И все заебись. Ты тренировался сегодня? Да, я могу даже показать вам результаты. Да, я начал. Это не реклама. Не подумайте, а то сейчас подумают, что все проплачено. Скачал приложение, называется Сотка. Не реклама. Хотите скачивать, хотите, нет, срать. Так вот, тут 100 дней, как вы поняли. До 50-го дня тут типа легкий базовый блок. С 50-го по чуть бы не 90-й. Такой уже среднего напряга. И там последняя неделя называется, назовем так, ад. Вот я хочу проверить, будет ли там жестче, чем было у нас в армии. Пока что я вам покажу. Первый день. Тут на количество подходов. Смотрите, тренировка. Ты делаешь 4 круга. Между ними ты отдыхаешь 30 секунд-минуту. Ну, сколько хочешь. Не больше желательно, минуть желательно не меньше. Подтягивание. У меня нету турника. Мне невозможно его здесь как-то сделать, потому что, ну, я не хочу дырявить нигде стены. Вместо подтягивания на турнике я подхожу к стене и отжимаюсь вверх ногами. Ну, то есть, те люди, которые меня не первый день знают, знают, что я такое умею. Так вот, я просто к стене прыгаю и на руках отжимаюсь. Это намного сложнее, чем подтягиваться. Хотя чуть-чуть работают не те мышцы, но плевать. Самое главное, что я заменил подтягивание на отжимание вверх ногами. После этого я тут же падаю, приседаю два раза, потом отжимаюсь два раза от пола и опять приседаю два раза. Отдых. Это был первый день. На второй день, вот, у меня все задокументировано, скажем так. На второй день я поднял все в два раза. Два, четыре, четыре, четыре. И так четыре. Уже, знаете, ну, не ощутил прям боль. Крепота есть. У меня до сих пор плечи болят, я ничем месяц не занимался. До сих пор побаливает. Но сделал. И на сегодня, как они прорекомен... Так, продолжить. Рекомендацию сделали сейчас я третий день. Вот сегодня я уже сделал, смотрите. Два, пять, четыре, пять. То есть я немного поднял. А там рекомендация на третий, точнее третий-четвертый день взять отдых. А через неделю уже брать любой день недели отдых. Вот. То есть я сегодня не брал отдыха, но поднял приседание на единичку и там, и там. Вот завтра я подниму все на единицу. То есть будет три, шесть, пять, шесть. Или там на двойку. Приседание делается легко. То есть лапы у меня огромные, приседать бы я уже мог бы и по пятнадцать раз. То есть это очень легко. Тяжелее всего дается после того, как я со стены падаю, сразу приседать. Это пиздец. У тебя, понимаете, да? Кровь переливается полностью с тела. Ты тут хуяк был вверх ногами. Тут ты вот так падаешь и начинаешь приседать. Вот этот момент, он прям чуть бы не до головокружения. Ну, привыкаешь к этому. В первый день было, ну, пиздец, как не круто вообще ни разу. Вот. И вот этим я занимаюсь. То есть я хочу пройти эту хиромантию на сто дней чисто для себя. То есть меня интересует даже не так результат, как проверить, насколько там жестко будет в последнюю неделю. Потому что то, что было в армии, вот то был полнейший ад. Там ты просто легкие выплевывал наружу, а потом их назад засасывал. Вот там было, ну, максимально сложно. Все, что было в школе, после школы на каких-то тренировках. Это такой, блядь, детский лепет. Как нас ниж не тягали. По пятьдесят отжиманий. Пробежаться пятнадцать километров. Все это хуйня полнейшая. Всякие выкладки марафонные. Все это туфта. В Одессе был марафон, только там с препятствиями, через грязь. Все, я его прошел. Я, конечно, не занял первые места, но в десятку я попал. И я его прошел. И вы понимаете, в конце я стою хекою. И мне говорят, Толян, красава, меня там поздравляют. Я говорю, все, типа, или еще там, ну, типа, на круг. То есть я готов еще побежать. То есть, ну, типа, это детский лепет ебучий. Вот я знаю, во Франции, когда готовят, вот, в армейку чувачков. Вот там охуенная выкладка. Да, вот, знаете, как будто вот ищешь какого-то экстрима некого для себя. Вот так вот. Да, и надеюсь, я же говорю, что там последняя неделя, она меня удивит. То есть я хочу прям... Оу, май. То есть я хочу после последней недели просто сказать, ребят, я неделю не буду стримить, потому что я, блядь, в травматологии. Не знаю, мне настолько хуёво. Вот. Чё, выбираем. Так, первую, да, тебе берем? А у тебя, тебе делать блеску? Скажи сразу. Так, это второй, да, первач? Блеску тебе ебушим, ебашим? Где у тебя эта херомантия? Где-то тут было. Блеску делаем? Так, давай, да. Окей-докей. Так, где там блеска? Значит, ты говоришь, сливаем этого, да, месье? Он у тебя без рун, надеюсь? Честно, ещё и можно монаха слить, ну смотри сам, делаю твоё. Вирада у тебя, это второй? Если второй, не рекомендую, не нужно тебе второго Вирада делать как ДД, ты ещё не настолько зажрался, как я. Вот. Короче, сливаем, да, он, надеюсь, без рун у тебя. И Вирада, да? Хорошо, пока одного сливаем. Хотя тебе в любом случае, скорее всего, будет два понадобиться. Так, и Вирада, да, сливаем? Хорошо, давай тогда сразу и Вирада туда, чтобы сразу две купить. Ну, не вижу смысла тебя держать второго Вирада. Я и монаха тебе рекомендую слить. Нахуй тебе нужен этот огненный монах? Кусок дермищи, как был, так и есть. Вот, моё личное мнение. Как бы, топовым монахом, как был, так и остаётся. Среди стихийных это ветер. Ну и вода мне тоже нравится. А вот огненный, он себя, мне кажется, всё равно не нашёл в этой жизни. Так, он мне вообще не нравится. А, монах фулл скилл, ну тогда да. Тогда не надо. Тогда и я бы не слил. А чё ты его зафуллил скиллы, но при этом наши звёзд не перевёл? А-а-а. Чё-то, ну ладно, твоё дело. Так, стоп, стоп. Это мы на последнем свитке забили инвентарь, да? Прикольно вышло. Так, я тебе скину. Там, посчитайте, хватит места или нет? Или мне всё равно ещё надо, да, пельмени переделывать? Можно вот это вот переделывать пельмени со склада. Это будет быстрее, чем скармливать. Ну сейчас мы, я же говорю, когда уже место будет поджимать, мы решим этот вопрос. Пока можно всё это на склад, а с них пельмени, а там потом поскармливаешь. Короче, ты понял. Сейчас мы это послеваем. Так, это всё сюда. Так, это сюда. Остальную партию мы сольём в эти пельмеши. Так, есть такое. Процесс ускорили бы кунтуасы нам, да? Перекидывание на склад каким-то образом. Вообще было бы шикарно. Нажал одну кнопку, всё на складе. Даже одной кнопкой было бы шикарно. Такой галочки поставил. Наоборот, то, что оставить, а всё остальное нахуй на склад. Вообще было бы круто. Так, ну второй первач, ёпта. Оп. Третий нет. Снайпер Макола Иванович. МК. Так, Макола Иванович. Ну да, всё правильно. Так. На-на-на, Миракл. Какашка, Миракл. Надо какашечка. Ой, Миракл в чате, ёпта, блин. Сопади некое. Опа, первач. Так. Так. И тебе. Да. Так что, о чём я там разговаривал? А, по поводу вот этой всей тренировки. Я знаю, что несколько зрителей уже начали тоже по этой вот программе типа делать. Она там называется воркаут, сотка, что-то такое. Так. Ну, воркаут это больше тема к турникам и прочим, а меня турники никогда не манили. Для меня подтянуться на турнике, это, блядь, проще сдохнуть. Вообще не моё. Ненавижу турники. Никогда не любил турники. Ещё с детства, со школы просто. Пресс там покачать, я не знаю. Ну, бегать я не любил. Там и Янник подкинул на шлюх и кокосик. И турники. А чё звука нету? 37 рублей. Толя, лови на покупку шлагбаума. Спасибо, эти таможеники кинул на покупку шлагбаума. Совпадение? Не думаю. Привет, Эвудин. Эвудин, спасибо тебе, огромнейший таможенник. Блин, да. Профессиональная покупка такая вышла бы. Надо, чтобы ты меня отправил. Вот. Так, что такие вот дела. И я вот думаю эту сотку пройти и посмотреть. Может даже похудею. То есть я это делаю, конечно же, частично из-за того, что хотелось бы фигуру привести в норму. Да. Ну вот. Было бы лучше. А то я вешу. Я на весы, когда встал и увидел цифру 83 с половиной, я ужаснулся, честно. Я так себе подумал, ещё годик я вот так вот проведу в этой самоизоляции, да и вообще не особо физически парюсь, то я буду уже 90 весить. У меня уже шея появится. Или что? Жопа вырастет. Тиськи. Письки. Лучше писька выросла больше. Да. Я так подумал, не-не-не, надо взяться за это всё дело. А, ещё сегодня вот это я всё сделал. И я ещё по лестнице вверх-вниз вот так 4 раза пробежался через 2 ступеньки. То есть бегом вверх, бегом вниз. Вниз по каждой ступеньке, а вверх через одну. Да. Как бы, чтобы напряга больше было. И после этого я так в душе уже моюсь и уже чувствую отдышка такая хорошенькая. Да. Вот лестница меня, скажем так, добила. Если бы я после лестницы сразу пошёл в душ, ну, так себе, знаете. А вот эти 4 подъёма вверх-вниз, вверх-вниз, это прям вообще жёстко было. То есть такая добивка мышц, чтобы аж болело. Через сотку установил туда, спасибо за то, что рассказал. Пожалуйста, да. Я, честно, вот в таких вот каких-то типа спортивных мероприятиях никогда особо не участвовал. Мне было интересно. А сейчас как бы и хочется дойти до сотого дня. Вот, типа, самому себе там что-то доказать. И улучшить, как ни крути, фигуру. Потому что мне сбросить 5 кило прям кровь с носа нужно. Вот. Так. Спасибо за платную подписку, Владимир. Ой, Владислав, извиняюсь. Владислав, спасибо тебе за платную подписку. Да, если вы подписались на ютубе, вот, гайды. Сохраните себе ссылку на гайды. Вот. Вот такие дела. Дать рекламку. Да, да, даю рекламку. Вот, да, кому не сложно. Дайте рекламу на Глобале, на Азии, на Европе. Вот это вот. Вот так вот дадим рекламку. Позовем людей на стрим. Так. Только хейтеров не зовите. Хотя они сами придут. Так. Они без моего стрима не могут. Да. Нормальных чувачков позовем на стрим. Тан-тан-тан-тан. Так. Идем на 777. Три топора. Джой Казино, спонсор. Там вы поняли. Вот. Так. Ты 178 и 83 килограмма. А я 176 и 75. Чисто так посмотреть, то тебе хотя бы до 7. Вот. Вот. Видишь, Дерек? Ты прям угадал, Дерек. Да. Для меня идеал это минус 100. То есть рост минус 100 это количество твоего веса. Нет, понимаешь, если бы я весил 83 килограмма и это были бы мои мышцы. Ну, пускай будет, да. А так это животик. Маленький животик. И где-то чуть-чуть бока. То есть я знаю, где у меня эти 5 лишних кило. Пузико, блять. Вот. Надо отгрызть просто. На стриме сидеть. Грызть. Я и так сижу сейчас на стриме. У меня напряжен пресс. Кстати. Кто хочет действительно, скажем так, при всем этом комплексе похудеть быстрее. Либо сидите, если вы девушка, попу качаете. То есть напрягла, расслабила. Напрягла, расслабила. Это найдет... Это через неделю ты будешь просто сидеть и постоянно так делать. Как будто ты дышишь. Только попу качаешь. Я гарантирую, через неделю просто будет уже как некий стандарт сидения на кресле. А я делаю что? Я сижу и у меня постоянно напряжен пресс. То есть я сижу и вот постоянно как будто его качаю. Просто напряжен. То есть я чувствую постоянно пресс. И вот так несколько дней ты сидишь с напряженным прессом. Потом ты даже по улице идешь. По телефону разговариваешь. Несешь торбы. Все равно ты стараешься напрягать пресс. Дышишь жопой. Типа того, да? Вот. И бампер у тебя нечего. Но жопу я качаю... Приседаю не для того, чтобы жопу накачать, а просто чтобы вес сбросить. Так, про бока не говори. Я себя уже не узнаю в зеркале. Ну, я привык к тому, что у меня не прям там какой-то качок, но спортивное телосложение у меня всегда было. Такое даже больше... Ну, дрыщом меня не назовешь. У меня огромные ляхи. Я показывал на стриме, но вот смотрите. Смотрите. Если вы можете взять свою ляжку, да, вот. Вот. Свою икру в самом толстом месте. Не напрягая ничего. Вот. Видите пальцы? Вот. Пальцы. Ну вот. Наверное, вам будет видно, да? Честно. Нет. Вот. И я не могу, видите? Вот. Я покручу. Видите, сколько места у меня остается? Я не могу свою лягу обхватить пальцами. Если вы не можете сделать так же, и вы мужик, красава. А если у вас нога, как у меня вот здесь рука, то вы дистрофик, простите. Хуй его знает. Вас просто школьник убьет на улице, мне кажется, если вы, блядь, будете идти и будете выебываться. Вот. Вот они, огромные ляжки. В хорошем смысле. И это не жир. То есть у меня всегда были огромные ноги. Ну, для моей комплекции у меня реально большие ноги. А сейчас смотришь? Я, блядь, просто, понимаете, простите, я гетерой, я люблю девушек. Ну, я стою, Дашка пошла косметику какую-то купить. А я стою с тележкой в магазине. Да, я был недавно в магазине, я вышел на улицу. Прикиньте, там люди, от них воняет. Но мне Даша сказала, что это чистый воздух так пахнет. Я такой, что, реально? Она говорит, просто ты тут напукал, носки твои грязные, от тебя воняет. И ты это воспринимаешь уже как чистый воздух. А на улице ты считаешь, что тебе воняет. Я такой, да? Она, да. Я такой, а-а-а-а. Ну, вы поняли, да? То есть, если вам на улице воняет, то, наверное, у вас такая же хуйня, как у меня. И я стою, и знаете, ну, как бы уже лето, все дела, все в шортах ходят. Я смотрю на этих пацанов, которые проходят. У меня нет фетиша в плане ног чьих-то и прочего. Но я смотрю на эту ножку, он проходит, а там просто как тросточка такая. Я вот представляю, теоретически, если его ударить по ноге, она, наверное, вот так сломается или как? Он может упасть и сломать себе ногу, наверное. Запах мужика? Мне кажется, я две ляжки смогу руками обхватить. И ты смотришь на эти ножки маленькие и думаешь, ёптую мать, это вообще девушка или парень? Самый заебись вес бросить это бег. Нет, Бансли. Самый быстрый способ сбросить вес это скакалка. И можете со мной не спорить. А если вы еще умеете на скакалке прыгать и подниматься по лестнице, это уже некий скилл. Вот это вообще пиздец. То есть два самых быстрых способа сбросить вес. Это бегать по лестнице вверх-вниз, пока ты просто не сможешь ходить. Или вариант второй скакалка. Потому что скакалкой ты трясешь полностью все свое тело. Трясешь его. Плавание можно на третье место перенести. Плавание даже менее эффективно, чем бег. Но смотря как ты плаваешь, смотря как ты бегаешь. Может ты не бегаешь, а у тебя спортивная ходьба, и ты такой попкой, знаешь, такой туда-сюда. Туда-сюда. Да. Ну так вот. Да, кто бы говорил. Ага. Вот такие вот дела. Причем плюсы скакалки. Тебе не нужно покупать никакую обувь. Если у тебя частный дом, конечно. Тебе не нужно искать напарника, если тебе скучно самому бегать. Тебе не нужно уповать на природу, на погоду. Что на улице дождь, болото, и ты не хочешь в эту слякоть бегать. Тебе не нужно думать, а где ты будешь бегать. А какую ты музыку будешь слушать. А такой, так, а мне надо наушники купить. А мне надо обувь какую-то спортивную купить. А мне надо шорты купить. Или штаны какие-то там для бега. Куча вопросов. Тут, блядь, вышел. Утром носу поковырялся. В трусах. И начинаешь на скакалке прыгать. Все. Изи. Поэтому бег, простите, немножко отсасывает сбоку по сравнению со скакалкой. В скакалке нет ни одного минуса. Только нужна скакалка. Все. А, ну и естественно второй минус. Если вы живете, наверное, в высокоэтажке какой-то. Короче, в высотном доме. И вы там живете минимум на втором, третьем и выше этаже. Тогда, скорее всего, соседи вам не скажут за это спасибо. А скакалка это топчик. Поэтому советую. Если вы ленивый, стеснительный, да. Тем более, если у вас лишний вес, а вы такие решили вес сбросить побегов. И вам чуждо вот это вот некое осуждение людей со стороны. Вам не будет нравиться, что на вас будут смотреть по любасу. Вам будут многие люди говорить вслед или мысленно. Красавчик взялся за себя. А другие будут вас высмеивать. Если, короче, вы не падки на это, то просто скакалка и все, все вопросы решены. Скакалка. Спонсор нашего стрима скакалка. Ссылка в описании. Покупай. Только нашу скакалку. Потому что с нашей скакалкой вы сбрасывать вес будете просто, если она у вас будет дома. Гарантированно. Тысячи пользователей уже лохану... Уже купили эту скакалку и оставили классные отзывы. Да, это не боты на сайте. Это все реальные люди. Покупайте. А если вы подписаны на канал Аракис Гамес, скатился сучара недавно. Вот. Вам будет скидка полтора рубля. Берите. Берите. А лучше берите две. И маме возьмите. И бабушке возьмите. Она тоже будет рада. Да. Возьмите. Если вам нравится девушка, ну на крайний случай парень, купите и ему скакалку. Не, ну пускай будет. Че, в семье не пригодится. Всем возьмите по скакалке. Всем скакалка лучше, чем девушка. В итоге. Все. Скакалка в описании. Покупай. Вот. Продолжаем. Все. Нормально отрекламил? Не сильно там это как бы... Не палим надо было? Отлично. Все. Скакалка спонсора этого стрима. Сойдет, пойдет. Так. Че мы тут кинем это на свалку? Лучшая, да? Агитация. Все. Видите? Вот. И сейчас, прикиньте, кто-то пойдет и купит скакалку. И за счет моей, блядь, бесплатной рекламы, может хоть кто-то... Я вон, понимаете, я чай пью вот этот вот, Нести. Уже пять лет на стриме. Вы думаете, мне эти падлы хоть бутылку бесплатно дали? Я рекламирую Нести уже пять лет. Пять, сука, лет. Дайте мне бутылку на халяву. На халяву. Так. Мне тут обещают какие-то разработчики дать наушники. Якобы по бартеру. Смотрите. Я делаю или обзор этих наушников, или пять стримов провожу в наушниках. И часто говорю, ребят, вот у меня наушники от спонсора. Если вам они понравились, мне они в принципе нравятся. Ну, типа реклама, да? Вот. То вы можете купить их вот по ссылке в описании. Пять стримов я должен сделать. И мне эти наушники оставляют. И я что думал? Я эти же наушники бы разыграл для вас. Мне они нафиг не нужны. Вот. Ну, потому что... Ну, зачем? Чтобы они... Они не лучше, чем эти. Эти еще работают. Поэтому зачем они мне? Чтобы просто лежали. У Даши есть свои наушники. И я все жду, что они мне их зашлют, эти наушники. А я их потом для вас разыграю. Нафиг они мне нужны? Я их, естественно, повытираю. Там все дела. За пять дней я их не угроблю. Не переживайте. Вот такие дела. И я их разыграю. Ну, честно. Я думаю, вы такую рекламу потерпите, да? При условии того, что я же между вами их и разыграю. То есть, они мне не зашлют денег и наушники. Они мне просто дадут наушники. То есть, по бартеру я рекламу, мне наушники. Но мне наушники не нужны. Зато будет что разыграть. Правильно? Да, напоминаю. Мы когда откроем свитки, мы в конце разыграем аккаунт. Так что у вас есть время подписаться на канал. На Twitch. И поучаствовать в разыгрыше. В пленочке носить, да? Ага. Целлофанчик такой протяну между ушками. Так. Скакалка лучше, чем ремень. Повышает КПД ваших детей. И автоматом поднимает оценки на два пункта. Да? Понимаете? Скакалка это... Ну вот, на ремне вы же не будете прыгать. А скакалкой можно и ребенку помочь в учебе, да? Бля. Помочь в учебе. Сука, это надо запомнить. Надо Кире помогать. Да. Так, теперь серьезно. А скакалка это и помощь вашему ребенку в учебе, и как бы способ сбросить вес и улучшить вашу фигуру. Моя сестра скакалка вообще не помогала, да? То есть она, короче, садомаза, да? Теперь любит. В детстве пиздили, но она не поняла, да? А теперь это воспринимается как норма. Да? Способ держать ребенка в тонусе. Как в физическом, так и в мозговом развитии. Да, пускай так будет. Ох уж этот украинец. Не умеющий подбирать русские слова. Так. Ну же. Чатик, нам нужен еще первач. У нас две блески сделаны, но еще двух первачей вы гарантированно увидите, так как там есть стопроцентный, ну, свиток на первача. Это к бабке не ходи, вы увидите. Да, так что. Ну, еще ЛД первача, да, наверное, или не. Четверку, тройку какую-то. Так, если... Пять скакалок по одной, надо похудеть пять раз быстрее. Конечно, если вы купите у меня пять скакалок, во-первых, шестую вы ни хрена на каляву не получите, не дождетесь, блядь, охуевшие. Вот. А похудеете вы, да, в пять раз быстрее. То есть, если вы сразу прыгаете на пяти скакалках, вы и худеете в пять раз быстрее. Ну, то есть, математика, да? Да, никого не слушайте, это так и работает. Пять скакалок в пять раз быстрее худеешь. Просто пять килограмм за день будешь скидывать. Нормально так сходи в туалет, да? Ага. Так. Так, это мы перекидываем. Все потому, что пять скакалок тяжелее, чем одна. Да, и дороже. Поэтому ты в любом случае захочешь их отработать. По-любасу. Пять скакалок тяжелее, одна. Не, ну это логично, да? Так. Вот. Так, что у нас тут очки? А нас 14 лет курит? Уже 11 лет? О, боже. Хорошая у тебя сестра, да? Хорошая девочка. Лида. Так, ее же не Лида зовут, надеюсь. Так. К сожалению, тебя никто не смотрит, чтобы тебе обращались за рекламой... За рекламой гиганты. Че? К сожалению, тебя никто не смотрит, чтобы к тебе обращались за рекламой гиганты. А мне и не нужна реклама гигантов. Мне и реклама этих наушников не особо нужна. К чему ты это написал? Чтобы меня как бы унизить-принизить? ты же смотришь никто не смотрит значит по какой-то причине да что нужно для розыгрыша платная подписка вот вот подписка вот переходишь по ссылке оформляешь любую спонсорскую подписку получаешь доступ к альбому гарантированно участие во всех розыгрышах и сегодня отдельно еще и в розыгрыши на аккаунт покупаешь одну скуку по цене 5 до гиганты драконы некроманты и кто-ли рекламирует каждый день до фармите дают топовые руны ходите к некроманту он вам даст руны иммунитета и все до ходите к дракону он вам даст руны на резисты контратаку он один смотрит остальные будут и в чате кто бот плюс чат ой я чё-то скипнул а чё было ну явно не первать что-то из этого говна выпало да кто бот плюс они те пожалуйста чтобы я знал своих ботова то во спасибо боты за вас боты пил почитай слишком в горло сразу сразу преснула подавился отлично и напоминаю все кто поставили плюсик должны кинуть в донат косарик до плюсе кинул косарик должен также секундочку я обновлю так сейчас она обновиться то видите глюки какие-то у них на сайте обновила сервер ты живой но бота так так что песенку переключу это песенка какая-то умирающая в поставим эту я бот отвечаю хорошо так а за минус 2 к кидают хитрожопой до плюсик поставил косарик стримеру минус 2 косаря проигнорил 3 короче лучше ставить плюсики дешевле всего выходит так оба с кармана вынул косарь или писюн а косарь да не понял так до совматича сейчас забанить он бот да опа я уже держу кнопку на скипе но не нажимаю отпускаю таксиль фида не ну надо больше первачей а ну вернемся на наш православно-сатанистский канал а то это джой и три косаря три топора и чуть не работает вот на наш правильный канал сейчас еще обновим здесь потрусим патруль вам блять сейчас блеванет так все теперь сейчас пойдет призыв наконец-то все поехали первачи на так вот так сюда к вот инфернали бот ко мне вчера пилигрим зашел и подписался вы не поверите и пилигрима не видел до зритель серёги вот как-то я у серёги играл в пабг в пабг серым вот ну как-то там пару недель мы играли он был пилигрим была ксюша извращенко еще кто-то был дед дед с нами еще играл да из того времени они еще и меня узнали вот как то так и сейчас вот пересекаемся пилигрим как написал он говорит я люблю пропасть на пару лет а потом вернуться и подписаться так что это у нас тут иен выпало да иенхва просто до когда придумали имечко иен и хва и сделали одного персонажа иенхва отлично просто запомни да ракис мне выпало иенхва иенхва так вот опачки чё там у нас что это что это такое это оливье выпало так это еще где-то 400 свитка до божечки кошечки капец когда свои камни открою вы не знаете этому сейчас башню еще пройдем воскресенье еще камни боже уже 6 чем-то тысяч камней будет на что их тратить же тазик достал да 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 я бы оливье жку хавалу ну наверно каждую неделю может не каждый день но каждую неделю я бы хавал бы оливье жку чтоб она сама по себе делалось как-то то что оливье и как бы это не просто знаете будто разделать сколько временно потратить на него говнемед да можно можно на кого-то где димоны я не знаю где димоны не выпадают заметьте мы только одну эту звезду новую призвали водяную да не ветреная не выпало не огненная старые мобы падают новые не падают старые вот такие дела еще не надо говнемеда смысле надо надо не они про меня говорят вряд ли про тебя но и тебе пускай будет так секундочку лана добыл друзья кинул прайс до добавляйтесь друзья вот мой контакт вот века чатики и вот мой telegram вайбер если вас нет в контакте пишите в телеграме либо вайбере где вам удобно даем скину прайс всего того что я делаю не нашли что-то в прайсе но вам это надо предлагаете сделаем так шанс на раньше как-то было знаете когда вводят новых персонажей на них сто процентов повышался шанс это не просто какой-то мой вымысел какой-то это был факт а сейчас я даже не знаю делают ли это кунтуации раньше они это писали даже редко но раз пару месяцев писал как раз пару раз пару лет но они это писали а сейчас хер его знает до скольки лет ты хочешь прожить прожить я хочу до лет 50 если так подумать спасибо тебе андрей за подписку спасибо тебе андрей то есть понимаешь я сейчас поясню жить бы я хотел бы вечно не буду отрицать до вампиром бы даже стал правда надеюсь пришлось бы кровь сосать они то что вы подумали так чего нас тут вот а вообще я хотел бы чтоб меня кто начал смотреть фильм ой фильм сериал называется загрузка я вам расскажу трейлер трейлер сериала в чем заключается мы живем в неком частично уже в будущем 2000 скажем так сотый год даже 50 я думаю ты уже в пятидесятом скорее всего либо будет либо уже на об этом намеки будут за третье машины управляются искусственным интеллектом на то что и сейчас уже есть от илона маска но сейчас четвертый уровень искусственного интеллекта а пятый даст возможность абсолютно не трогать руль на уровне законодательства сейчас ты все равно должен типа руки на руле держать да чтоб тебя никто там не казнил за это вот потому что остается такой вопрос что если кто-то выбегает на дорогу что машина а точнее искусственный интеллект должен предпринять вариантов два задавить человека при этом умрет скорее всего один человек но ты выживешь но произошла вот такая трагедия либо второй вариант машина резко влево либо вправо сдает либо тормозит но при этом ты скорее всего устраиваешь дтп в котором может умереть еще больше людей вот пока не решится этот вопрос на уровне законодательства на всей планете конечно пятого уровня у нас не будет и пока и не надо наверное да вот и там как бы уже типа до машины рулят сами ты можешь конечно взять на себя управление но они рулят сами и суть заключается в чем что если ты умираешь перед этим ты можешь подписать контракт с одной из там трех или четырех ведущих фильм и ты попадаешь в некий виртуальный цифровой рай кучу уже таких сериалов и фильмов вы наверняка видели но небольшой не то чтобы спойлер это из трейлере фишка то что в этом мире все стоит денег пример привожу вы открываете утром вы просыпаетесь и у вас такая ну назовем так какая-то там кофеварка и вы хотите кофе там капучино чай макачино пиво еще чё-то вы заказываете но у вас должны быть деньги на счету чтобы это купить то есть это не бесплатный рай даже там понимаете да и как бы не на этом строится суть сериала но все же во первых этой комедийной частично сериал ну с первой серии я знатно алгорнул вот так вот поэтому теоретически ты можешь жить вот там вот ну такое некое бессмертие получаешь тебя операторы туда загружают они с тобой общаются они твои типа ангелы но ты прекрасно понимаешь что ты умер ты осознаешь это твое сознание переносится туда ага вот такие вот дела так что если теоретически и это не теоретически это факт что скорее всего мы уже в ближайшем будущем дойдем до этого уровня что сознание можно будет перезалить нашим на флешку в интернет и еще куда угодно и ты получишь некое бессмертие но в цифровом мире а потом когда уже технологии еще дальше шагнут ты если захочешь ты сможешь вернуть свою жизнь или в свое же тело но она при этом уже будет искусственно создана то есть клон либо в другое тело а это мы уже переходим к сериалу видоизмененные углерод то есть это наше будущее покажи нам этот сериал 50 лет назад до теоретически мы бы подумали что ой да не это фантастика что за бред такого никогда не будет а сейчас ты понимаешь что это вот наше будущее просто уже сериалы снимаются по этой теме а мы к этому придем ну там грубо говоря через пятьдесят сто лет и знаете честно говоря вот я понимаю что мне там не знаю в среднем там жить до 60 70 может до 100 лет я бы хотел бы чтобы мое сознание куда-то перенеслось просто ну некое вот это забвение что ты там умер и все и дальше ничего нету она не то чтобы пугает но явно не радует болеть да ну ну не радует это точно я бы хотел бы перенестись вот такой вот какой-то искусственный мир и там всю жизнь сидеть блядь и не знаю свитки открывать кому-то или себе как сериал называется загрузка до советую но это не реклама ничего конечно загрузка upload называется если что на лост фильме уже первая серия есть а вообще там уже по моему даже два сезона я могу ошибаться но в первом сезоне около 10 то ли 12 серий не хочу смотреть на других сайтах знаю что уже есть весь первый сезон но не хочу да я люблю лост фильм смотреть мне нравится их период вот такие дела да есть конечно минусы во всем этом плюсы вы понимаете что теоретически ваше сознание то ваша память перезалита в какую-то флешку то есть вас вашу голову ваше сознание можно будет взломать любым хакером вам можно будет удалить какую-то память или наоборот залить представьте ну да то есть минусы этой технологии вас взломал какой-то хакер а перед а вы на следующий день готовы вернуться в эту жизнь но в какое-то искусственное тело другого человека либо себе подобное да вы возвращаетесь вы только включаетесь и такие так мне нужно перевести 10 миллионов долларов неизвестному васи потому что не знаю почему просто надо а тебе хакер взломал и он тебе эту мысль всучил понимаете да как бы вот минус этой технологии то что понимаете смотрите поясню переведу на максимально русский язык колесо придуманная может использоваться в тележке для того чтобы сельский работник мог использовать эту тележку и привести допустим какой-то перегной или пшеницу домой а это же колесо при этом может использоваться в танке видите минусы и плюсы всегда есть баланс к сожалению да вот так все можно использовать как во благо так и не во благо так что это у нас тут очки куба выпало да вы извините не знаю надеюсь я рассказываю хоть что-то вам интересно и рассказываю все что хочу просить я тупо верю в реинкарнацию умираешь и тебе дают выбор где и кем переродиться я бы хотел в мир гарри путера и я не верю в реинкарнацию честно загробную жизнь что где-то мое сознание будет летать и я буду каким-то духом наблюдать за кем-то во первых это все не доказано все что не доказано я в это не верю простите я человек вот такой простой я верю в науку да то есть я верю в то что твое сознание можно будет перенести в цифровой мир это факт это доказанные факты то есть это не новость уже все заебись если ты сейчас мысленно можешь управлять машиной мысленно опачки чё берем мысленно то есть это не до конца сформированной технологии но если сейчас ты показывали женщину она к сожалению не может управлять ни одной частью свое тело она полностью парализована но она смотрит глазами и печатает текст и объясняет другому человеку хотя она не умеет не раз не может не разговаривать ничего она мысленно мысленно печатает текст человеку и управляет его каким-то там там то ли руль дали то ли чё то и он ездил на машине и она мысленно управляла этим рулем до чего до технологии дошли так макака кати берем да окей доки так это какой там первач уже 6 как бы да из того что мы увидели но 3 на складе так больше блесок мы тебе ничего не сделаем так при то ли удачном стриме тебе приди можно получить темных мобов 1 звездочных ой чувачок это акция была на вот в конце то ли сентября то ли октября по моему октября 30 октября по моему хэллоуин называется акция и там два раза за мои вот 6 лет в этой игре за 5 за 5 чем-то было это акция хэллоуин нахер тебе нужны эти мобы если для коллекции но ты их никак не получишь кроме этой тупой акции вот то есть на хэллоуиновскую акцию нам давали эту херню 1 звездочную 2 звездочную честно ну типа толку от нее она у меня до сих пор призывалки стоит о классная фармлюда мне сейчас рекорд будет часа 2 класс есть же искусственные руки которые к нервам присоединяю до понимаете для меня к примеру извиняюсь что за такую тему такую затронем но теоретически человек потерял палец если ты этот палец тут же подобрал кинул его допустим в лед в какой-то там до салфетку можно даже не промывать а просто в лед и тебе его в течение там ну часа-двух ты попадешь в больницу тебе его пришьют и он будет как новенький но может где-то там как говорится на погоду будет реагировать и прочее но то что ты им сможешь управлять дальше как ну там шраме какой-то останется это его можно лазером залатать то есть для меня это уже новшество что-то типа типа ни хера себе чего да не понимаешь что я не вчера об этом узнал что это уже давным-давно но даже эта технология до поражает скажешь говорю 100 лет назад что человеку там палец оторвет или отрежет или еще что-то случайно там на производстве произойдет ему хераки его назад пришьют такой чё реально чё за бред ну пришьют но он работать же не будет ну нет он будет работать вообще круто в какое время мы живем да я даже завидую частично тем кому сейчас лет пять-десять ну то есть грубо говоря детям нашим да вот потому что они увидят еще больше всего бля какое классное время мы живем все таки то есть я хочу застать первые шаги там людей на марсе может еще на каких-то других планетах то есть мы это полюбасу застанем вы извините за спойлер но через 10 лет уже на марсе но если все идет вот так по плану по нарастающей да то на марсе через 10 лет уже будет мини колония из 5-10 человек а может и больше за 10 лет то есть я планирую дождаться не знаю как вы чатик если чего надеюсь вы дождетесь так чем на стоточки это мы скинем так у тебя уже куча первочения сильно много да можно скормить половину так это сюда я допустим очень жду вы знаете вот я наблюдал за эти за этой falcon 9 ракетой как этот боб и не помню этого второго чувака как они летели кто наблюдал за этим наверно многие миллионы людей сидели на стриме на стрим трансляции наса и других там до контор которые это транслировали и наблюдали как люди летят в космос это же не первый полет но это то что изменит вообще историю нашей планеты охереть это первый полет человека на ракете которая хуяки и часть этой ракеты назад вернулась то есть тебе не нужно постоянно клепать новую ракету тебе просто нужно грубо говоря заливать новые горючее все полетел опять а худеть можно да 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 но одним из первых конечно на марсе не хотел бы полететь через 30 лет будем фармиться манарвар на марсе то не вряд ли не через 30 лет ну так я для себя могу спрогнозировать что на марсе что будет небольшая колонна на которой будет ну больше людей это факт чем на мкс полюбасу больше но с другой стороны через просто через 30 лет вот многие думают что люди будут достраивать мкс и он будет больше нет смысла делать 2 мкс понимаете да почему то есть во первых нужно сделать что-то типа как фильмы как он назывался иллюзиум да по моему где была огромная станция построена в космосе недалеко от ну от земли до между землей и луной и на этой станции было искусственная гравитация вот такую штуку есть смысл строить нет смысла делать 2 мкс либо его как-то пытаться расширять это абсолютно не целесообразно вообще ни разу и там уже типа ученые почитали сколько бы такая штука стоила бы как вот на иллюзиуме теоретически деньги на нашей планете есть ни у одного человека ни у двух ни у трех миллиардеров но есть такие деньги чтоб уже создать и технологии чтоб уже создать такую штуку как вот фильме иллюзиум но это же нужно как говорится всем скинуться до каждому там купить свой участок теоретически там россия скинулась там 20 рублей кинула украина 5 рублей там и прочее то есть каждый скинуть свою долю и начать всем силам это все строить вот такие тела да потому что без искусственной гравитации жить в космосе какой блять смысл атрофировать свое тело то есть теоретический ну да ты его атрофировал все ну почти никак это нет особо не считая там радиации не влияет на твое тело до почти никак но если ты захочешь вернуться на нашу землю ну проведи на мкс 5 лет и на земле ты просто умрешь ну ты не проживешь больше недели разве что под какими-то там аппаратами а так но просто ты выйдешь погуляешь и вот кто смотрел фильм называется марс близко или что-то такое вот вот там четко было научно это все доказано объяснено там прямо романтический такой фильмец как называется марс близко или или до марса рукой подать что-то такое вот тоже рекомендую фильм посмотреть с девушкой с парнем свои можете посмотреть с девушкой своего парня так что вот да классный фильмец мне очень понравился марс близко что-то такое по-моему называется так это 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 у россии от этого теперь такие финансовые потери будут да но это прикиньте теоретически да что россия была полным монополистом в этом плане и тут хуяк какая-то другая страна теперь запускает может запускать людей в космос а кроме россии этого никто не делал последние больше чем 10 лет сечете да то есть для россии это сколько там 450 по моему миллионов долларов потерь в год просто на отправках всяких там грузов людей туда на мкс и прочего да то есть все сша захватила эту индустрию россия теперь немножко когда будет в минусе немножко я как бы и честно с этого не угораю не прикалывайся как бы эти политические терки не лезу но вот это вот фраза типа на батуте попрыгать от рогозина это было интересно да илон маск в конференции ну его тут же потроллил да а батут то работает как он сказал и не все поняли эту шуточку нет далеко не все но это была отсылка к рогозину вот ну как бы кто не в курсе рогозин это глава там космической индустрии в россии до директор там всего этого и он сказал что у этих американцев типа мало чего получится и мы вообще можем там какие-то санкции ему строить что они будут на батуте прыгать чтобы допрыгнуть до космоса типа кто если не мы якобы будем их отправлять в космос до прошло какое-то время это же маск приезжал прилетал в россию и хотел выкупить там какие-то движки на что рогозин сказал четко нет еще и высмеивали его после этого а его это так задело что как бы его это мотивировало сделать свои там двигатели и прочее прочее ну и короче как можно быстрее запустить эту ракету в космос вот и естественно он ему отплатил знаете как во всех фильмах и сериалах некое клише то есть в начале сказанную фразу герою герой должен вернуть тому кто ему сказал в конце обязательно так и здесь просто как фильме некое клише да и он такой в конце своей фразы говорит ну а батут то работает да тут же его подъебнул больше полетит в космос отлично с парнем своей девушки да если не скажете по если вы поможете сформировать группу и отправить ее на марс после чего вы получите бонус это только тогда когда скинутся и отправят людей да да верно опа первач чатик первач пермач нет не пермач да я не в первой вообще партии может я бы и хотел бы на марс полететь но явно не в первой партии вы же понимаете что первая партия людей которых полетят на марс это первопроходцы которые но по сути дела некие суицидники чуть бы не нужно понимаете да если вообще смысл первых людей которые полетят на марс вообще возвращать на землю они же не будут как на маршрутке туда-сюда каждый день летать понимаете да то есть летят по факту хоть и вроде бы планета изучена нового на неизвестное место кучу я не знаю всяких болячек там можно заработать радиация которая но больше всего угрожает там на планете перепады температуры ну как бы план есть понятное дело с того же грунта там строить некие такие типа навесы дома а в них уже внутри строить там какие-то бухты и будущем заводы которые будут co2 вырабатывать и якобы утеплять немного планету что появился там какой-то или озоновый то ли какой слой да и некая появлялась защита от радиации ну и типа в будущем терраформировать марс чтоб он превратился в землю но на это уйдет больше тысячи лет даже при наших технологиях те не знаю вдруг какой-то там скачок будет какой смысл всем скидываться это же звучит как утопия многие понимаете считают что вот нахуя нам лететь на марс и вкладывать огром вот смотрите приведу пример вот нахрена человеку донатить в сумму нервар миллион долларов если он вообще не знает что делать в этой игре он принципиально не будет сотрить ни одного гайда и просто просрет это в свитке если можно вложить меньше гораздо меньше денег но посмотреть какие-то гайды или просто изучить игру и эти деньги вложить в развитие аккаунта максимально быстро и четко и правильное развитие переведу это на только на эти споры зачем лететь на марс и вкладывать триллионы баблище если можно покорить я не знаю океан или там кучу мест где мы жить якобы не можем ту же сахару да вот ведь есть план который из сахары можно там буквально за несколько лет сделать просто некий оазис вернуть там же как там я читал историки какие-то там рассказывали что раньше ну там где вот сейчас сахара то есть это 9 там миллионов каких-то квадратных километров вот соответственно там росла травка там чуть бы не джунгли были и типа каждые 20 тысяч лет якобы меняется вот вот это вот все то есть сейчас вот еще 10 тысяч лет сахара это пески и прочее а через 10 тысяч лет там будет но я не знаю ну чем сравнить ху его знают короче там будет куча зарослей все будет озеленено и никто не вспомнит что там якобы песок был какой-то до типовой земли смещается все дела и многие говорят нахера вкладывать миллиарды триллионы денег на какое-то покорение другой планеты если мы можем покорить кучу незаселенных участков нашей планеты типа места нам хватит ну как бы ученые рассчитали что около 15 миллиардов человек даже на данный момент без покорения там блять каких-то участков где люди обычно не живут потому что там типа холодно или там типа засушливая зона какая-то и просто людям там некомфортно ну и как бы можно да это подготовить спасибо тебе туалет поехал куда поехал куда поехал на марс так дружочек подкинул на шлюх и кокосик вчера видосы трубасах орло то ли поехал вот и соответственно типа можно заселить кучу мест спасибо тебе огромнейший дружочек дружочек можно покорить кучу мест где якобы люди сейчас не особо живут да ну то есть не хотят там жить в какой-то там тундре не миллиарды людей живут и прочим типа есть много мест где можно расселить людей так если подумать если ну заселить не считая вот подводные там какие-то участки земли или на на воде не строить какие-то дома то есть если только сушу всю заселить на планете и типа не у каждого не будет свой частный дом двухэтажный до и 10 соток земли а типа если мы все жили бы в высотках там по 50 по 100 этажей то можно на планете разместите 50 и 100 миллиардов людей типа вообще проблем нет проблема только с едой с мусором который мы вырабатываем ну и вообще каждый же человек хочет себе какой-то участок земли до свое место и побольше желательно чтобы жить в нем и доцаревать да можно из пустыни азии сделать да согласен ну план сейчас же какой есть якобы всю ну не всю или там какой-то участок вот участок получается сахары покрыть каким-то черным чем-то там черными я извиняюсь я не помню чем чтоб якобы до над этим участком образовывались тучи больше было осадков бла-бла-бла-бла короче извиняюсь чуть бы не покрасить песок в черный цвет для того чтобы он больше отталкивал соответственно солнце назад до парниковый эффект вся хуйня дочь вот такие вот дела и типа это не так уж и дорого стоит явно они там посчитали что это дешевле будет стоить чем сделать еще одну мкс вот сейчас мкс сколько стоит три миллиарда долларов что такое или три с половиной триллиона миллиарда я сказал триллиона да то есть мкс штука дорогая и типа это стоит дешевле чем ебашить еще одно мкс теоретически намного и сколько в сахаре да там могло бы быть жить людей либо просто каких-то пастбищ где могла расти какая-то травка какие-то культуры которые бы там люди жрали а зачем не знаю если у меня спрашивать куда бы я вложил бы деньги до типа на марс или якобы нашу планету как-то там улучшать я бы вложил бы в марс не знаю как то вот вот этот космическая индустрия что мы можем быть мульти планетарной раз и до меня как-то больше возбуждает и вставляет чем якобы нашу планету ну просто частично чем mask мы мотивируется тем что если теоретически какой-то вирус на планете земля мы все там блять сдохнем либо превратимся там в стримеров да к примеру либо в зомби что одно и то же по факту то типа хотя бы якобы на какой-то другой планете мы можем возродить долго придется сестрой ходить на свидание ну неважно чатик надо надо сейчас вы кривитесь а потом и понравится это сейчас вы конечно говорите ой нет фу конечно конечно да мама же ничего не узнает этом не будет так вот поняли да типа якобы возродить нашу расу можно было бы где-то там на другой планете потому что мкс если там планете пизда настанет мкс проживет еще сколько ну год но два но может три может быть три и что ждет мкс изданется на землю вот и все и раньше чем он пизданется закончится еда но пускай даже они там будут себе еду какую-то добывать и прочее прочее мкс все равно сто процентов изданется на землю потому что земли его корректирует постоянно то есть без помощи земли то есть мкс сам себя как бы да на орбиту не выводит вот абсолютно без помощи имеется ввиду и ресурсы плюс как ни крути закончится а теперь прикиньте теоретически да вы бы хотели остаться на мкс если всей земле наступил бы какой-то трындец и вы понимаете что вы один там ну пускай сколько мкс может сместить ну человек 15 максимум это там наверно спальников и прочих мест не хватит для 15 человек представим 5 человек на 7 или 8 человек там точно мест есть насколько я знаю и вы живете вот там при этом осознаете что вам и недолго осталось но вы последние люди да да он постоянно но его корректируют да от нас до мкс 410 километров плюс минус 50 его же корректируют постоянно поднимают продал свои вещи в стиме на 87 рублей чтобы поддержать стримера на марсе спасибо тебе огромнейший чатик да вы можете задонатить не тратя свои деньги вы можете продать steam of steam овские шмотки через донат и мне придут ваши рубли вот так что да можете бесплатно поддержать прям сюжет для сериала да люблю эти космические темы мне нравится то есть не просто скажем так возбуждает тема всего вот этого будущего я прям сотрю с удовольствием все эти репортажи единственное знаете что я перестал смотреть видосики что-то типа что мы нашли на марсе или о боже что скрывают ученые и мы нашли это на нептуне или на венере нихуя в этом не нашли тебе просто нужно 10 минутный ролик выложить в которой ты всучишь ебучую рекламу простите я уже вообще я уже года два такие ролики не смотрю потому что нихуя в этом нового не нашли блять ты просто берешь нарезку каких-то видосиков блять где ученые там что-то крутят яйца друг другу вот и ты делаешь с этого видео и на фоне там какой-то хуйню пиздишь как меня раздражает эта хуйня типа ничего вы там просто теоретически если на марсе что-то прям грандиозное обнаружили каждая бабка бы это обсуждала бы на улице вы бы нашли заходили бы ко мне на стрим и говорили таляна ты видел что на марсе нашли эту не надо посмотреть ну блять лишь понимаете видосик ради видосика то есть рекламу заказали и ему нужно написать название что мы нашли на марсе впервые а ученые обнаружили это на марсе первые реальные фотки марса ты думаешь твою мать я это видел лет 20 назад еще есть что-то новенькое а новенького ничего нет так зачем вы мои соски терпите ой блять просто я же меня раздражают такие вот тоже бесит такая хрень но вот видите я не один ты на 1 1 плюс 1 так следующие свитки какие с каких продолжим на каких продолжим говори ветер там все вся фигня так я же говорю вот такое я уже перестал смотреть мне нравится видосики по типу что-то типа что если солнце перестанет существовать что если землю затопит там океаны и прочее но такие вот какие-то глобальные темы что если я стану вверх ногами и начну срать тоже да интересно что хладно это я уже все простите перебор какие больше нравится хорошо сейчас и неки б неки и выберем чё-то что если я недавно посмотрел фильм называется он заражение вот прям ты смотришь фильм и ты понимаешь что он как будто интерпретирует все то что происходит сейчас нашей планете советую посмотреть интересное кинцо причем там такие повороты событий вроде бы главный герой ладно дальше не буду спаливить 2011 года по-моему он не так называется но я думаю если вы загуглите вы поняли про всякие там пандемии прочее если вам интересно такое я прям построил с удовольствием не из-за того что сейчас там коронавирус а просто в рекомендации мне вылез этот фильм 2019 года с удовольствием посмотрел вот прям вообще понравился в виде лекций это да ну это я уже все переслушал все не интересно особенно вот эти паразитирующие видосики что-то типа мы нашли клон земли и там какая-то планета называется большая писька 32 n 418 п вот и якобы на ней она очень схожа с нашей планеты но она хуй знает где естественно мы на ней никогда не побываем но она нам кажется очень близка по своим свойствам то есть схожа с нашей планетой все если бы мы телепортировались мы бы нам скорее всего жили и возможно там есть вода в жидком виде и живут какие-то маленькие стримеры аракисы вот такие тоже видосики уже перестал смотреть уже заебали извините вот ну пока мы не придумаем там какой-то ионные двигатели прочую хуйню типа нахуй это обсуждать а вы же видели видосик вот это мне стало интересно короче построил видосик о том что придумали как выпускают на орбиту какой-то что-то типа спутник небольшой да точнее он разворачивает такой как зонтик вот такую хиромантию и на нее земли нацеливают какой-то то ли один мега лазер то ли огромное количество лазеров и они тем самым этими лазерами разгоняют этот эту хуй тень до скорости там света и даже больше и она летит пиздец как быстро и может там покорить галактики но в чем минус этого типа отказались от этой технологии вы слышали да потому что вроде бы такая маленькая хуй тень которая весит там вроде бы как пару килограмм она с этой огромной скоростью может приземлиться на чью-то блять планету и разъебать им там нахер все а потом если там теоретически жила какая-то продвинутая раса если она не сбила эту хрень она вычислить траекторию того кто это блять сделал а сделали это кто 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 земляне а земляне вроде бы хотели передать там типа привет этой посылкой а эта посылка прилетела со скоростью блять охуеть какой и разломала половину планеты блять ну вы поняли да поэтому от этой херни отказались да отказали что типа это ну как бы может вызвать не то чтобы там какую-то межгалактическую войну но типа если там кто-то проживает нам за такое спасибо не скажут вот да и скажут нихуя си земляне привет передали но это понимаете это как доставка от этого от эйса вентуры помните как он доставлял посылку может типа того вы хотели бы чтоб вам такую посылку доставили вазу да как есть вентура доставлял помните вот такие дела то есть от этого отказались потому что они хотели разослать кучу таких что оу май что-то типа наверно димона для кого блядность так димона дайте берем бля просто посмотрите первачи сыпется это я понимаю да пошло пошло самое главное первачи ты хорошая из компании рефлейм да все тебе блеску ничего сделать продолжаем они на осколках цивилизации отправляют такие же посылки до обратно типа ошиблись адресом да но я это трактую конечно глуповато понятно не научно но я как бы вам в общей схеме рассказываю что от этого отказались сейчас ближайшем будущем ионные двигатели актуальны на самом деле да это правда вот шишира пишет это правда уже придумали маленький ионный двигатель который там буквально но в руке чуть бы не помещается да уже он есть осталось сделать такой же только в раз там 100 больше и все и можно хуярить между планетами как минимум посылки быстрее приходили так продолжаем да окей да 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 прочитал я посмотрел фильм сериал точнее кому интересен вам очень понравится кто любит про будущее нашей планеты про то что наша цивилизация где-то что-то покорила какие-то другие планеты исследует и прочее советую вам вот такой сериал называется час я давно смотрел что сам покажу на нетфликсе сериал называется сейчас а еще его а как и называется болеть не могу найти его сейчас сейчас чатик сейчас сейчас я его найду сейчас я сейчас я найду black mirror нет не то диета санты клариты тоже топовый умри ради меня классный сериал бля а вот потерянные в космосе называется вот lost in space могу кинуть даже ссылку на нетфликс кто хочет посмотрите извините выключу вот кому интересно ссылка в чате да это ссылка прямо на нетфликс короче потерянные в космосе конечно можете не на нетфликсе посреди где где угодно типа рекомендую я прям жду следующий сезон если он вообще будет да если рассуждать то если он приземлиться ты понимаешь банс ли рассуждение не такое должно быть барас ли вот смотри почему все спутники и прочее летят и разбиваются куда-то там об нептун и прочее вот почему все спутники перед тем как куда-то отправить да там просто колесить по нашей орбите либо куда-то подальше в космос почему их намеренно разбивают стараются и почему их перед этим там максимально очищают от наших бактерий и прочего чтобы не занести нашу бактерию ни на какую планету ни на какие спутники и прочее чтобы теоретически нигде не развилась наша жизнь или наши бактерии без нашего ведома вот то есть ты понимаешь для этого делается вот они потому что там какие-то аборигены нам там в ответку пиздюлей дадут я думаю если хоть где-то до в космосе якобы хоть чуть чуть более развитая раса существует чуть чуть более которая уже летает просто хотя бы между своими планетами то они от такой хуйни на изи защитятся потому что их уже сенсоры эту хуйню уловит как только мы только наверное выпустим в их сторону то есть они эту штуку собьют либо тормознут и прочитают что там привет ребята там мы на земле если чё заезжайте как говорится нам скучно блять мы ищем тех кто прилетят и поработят нас такая хуйня до идеи я понял да вот вот такие дела да конечно с одной стороны интересно где там хоть кто-то до обитает и прочее посмотреть почему-то во всех фильмах трактуется что они должны быть человекообразными то есть инопланетянина можно же представить как угодно там рептилоидом каким-то каким-то летающим шариком да как и о вот этот вот в доте и при этом он может быть намного продвинуть и умнее чем мы и вообще для нас быть чуть бы не на уровне бога а на самом деле это просто технологии которых мы не понимаем ну то же самое что если мы возьмем наш смартфон компьютер какой-то там интернет интернатик и придем каким-то аборигеном которые другие даже белых людей в основном не видели да ну то есть существует еще у нас на планете небольшие до участки земли клочки где живут люди по каким-то там старинным своим принципам они даже не но не носят наши футболки они не пользуются нашими какими-то вещами даже бутылок пластмассовых они не берут потому что для них это чуждо и неправильно для них нашей технологии являются какой-то магией демонской хренью вот так вот так же и теоретически мы куда-то если бы примкнули свои яйца то нам бы тоже бы могли бы сказать типа ребят ребят вы нам здесь не нужны и мы призвали тебе художника ты видел мы тебе призвали этого поросеночка рисунок мать его сакуры атакует короче что то делает первого этого пацанчика призвали гц да пока еще не призывали на стриме ты у нас первый до меня тоже в космос пипец как будоражит даже если джинами периодически исследует планеты и системы вот а в игры вот в плане космоса и вообще ни в одну не играл и как-то мне не вставляет я недавно сотрел обзор какой-то игры там типа фишка игры в чем ты между планетами летаешь и там ты должен добывать какие-то ресурсы но при этом на каждой планете какие-то там типа инопланетяне жуки скороходы и прочая хуйня и ты как человек бегаешь от них отстреливаешься то есть сам фактор шутера с неким вот rpg прокачка персонажа улучшение своего да там комплекта оружие что ты свой корабль улучшаешь добываешь какие-то ресурсы это мне интересно но я понимаю что блять это ж сука затянет на многие месяцы не хочу играть вон я вчера скачал игру позавчера скачал игру называется torch light короче суть игры это что-то диабло только диабло такое знаете более готическая и мрачная игра да а torch light он более такой ну не мультяшный прям но там нет каких-то прям демонов таких что ты смотришь аж страшненько становится вот как-то так нет там такого и мне понравилось и изначально с тобой бегает питомец да он тоже может шмотки относить продавать он может атакующую стойку принимать бегать их пиздить защитную тебя защищать или вообще пассивную никого не трогать да но минус игры она на английском кто вот вообще не бум-бум вам будет сложно там тоже качаются навыки стамина там фокус то есть там 400 ты прокачиваешь от них ты можешь шмотки одевать какие-то ты можешь надеть пистолет и молот в руку ты можешь взять меч и там допустим щит ты можешь взять пистолет и там дубинку в руку то есть комбинировать можешь как угодно лук конечно двуручные естественно посохи некоторые тоже двуручные да вот и сейчас третья игра будет третья часть торч лайта я поиграл пару часов затягивает игра но долго в такую игру грубо говоря сам я не люблю играть я скачал нету там русского языка вторая часть торч лайта там нету русского языка я не нашел в третьей части точно не будет поначалу английского языка то что во первых ее только сейчас вот скоро выпустят вот и соответственно третья часть английского языка не будет и в третьей части там уже будут другие четыре героя которых ты можешь поэтапно по-моему открыть вот мнение спасибо так ну еще перво будет я случайно скипнул но ничего снайпер так уже перво чек-пермачек стараюсь побыстрее открыть хотите позитив скачайте дум последний да а я же вам говорил смотрите сегодня понедельник завтра ой сегодня вторник уже вторник сегодня мне отправят полный набор виара очки наушники вай фай адаптер чтобы я мог без этих кабелей ходить хотя он всего лишь два с половиной часа тянет но от него можно кабель провести и себе на поясе допустим power бланк какой-то вцепить и все и он от него еще будет питаться до 2 сенсора будет на стойках стоять и этот блять блять а ну все короче полный комплект а и 2 колонки чтоб звук был получше скажем так более объемный вот такие дела и я хочу где-то подумать где его обустроить но вот здесь в комнате я не хочу нахуй мониторы сломать хотя здесь было бы удобнее всего то есть короче в дальнейшем вы сможете увидеть либо видосики на моем втором youtube канале по поводу виара то есть я хочу в яр игры играть мне понравились там некоторые игры вот я хочу по проходить просто поиграть ой на вяре столько игр правда они не все охуенные но индустрия пока только развивается вот и на вяре буду играть и выкладывать возможно видосики стримить не знаю если смысл я погуглил погуглил посмотрел на твиче есть на твиче такой раздел как vr чат и все а вот допустим vr какая-то играет она на отдельно надо ее вписывать название этой игры то есть нет раздела vr игры понимаете на твиче а там уже подразделы там шутеры к примеру ммо или уже по названиями игр к сожалению нету но я знаю что много стримеров там вот этот вяре единственный минус я же говорю то что сложно будет чат читать хотя мне сказали в корм может зайти мне сказали что в яре поверх любой игры да у тебя в очках ты сможешь читать чат ты сможешь как поверх вода вот многие сейчас меня смотрят и играют одновременно то есть я смогу вместо игры грубо говоря чат вывести и читать его мне сказали так можно будет сделать не на бит сайбе сайбер это идет бесплатно это понятное дело даже вот у меня от htc набор полный если интересно могу вам показать дальше сам покажу что это такое как так заказ оформлен интернет в я сейчас вам покажу так вайфай адаптер это не то сейчас вам покажу заказ этой штуки такой это стал и какие-то нет это не то так вяр 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 блин не могу найти проекторы стал и трансформеры бля не могу найти вяр ну короче вот такая вот штука этого вайфай адаптер называется очки будут выглядеть вот так да htc вайф про там ай эуэ глаз там full kit эдишен все дела вот не но в бит сайбер я бы тоже поиграл бы прикольно считать как будто мечами рубишь да и вот полный вот этот набор придет ну не знаю там наверно в среду в четверг пока настрою тоже какое-то время наверное уйдет самое главное дело не в настройке опачки чатик чатик сейчас будет секс контент ща будет просто бомба да игр уже кучу там себе нас не наскачил имеется ввиду по сохранял в закладках чё я скачаю где скачаю какую хочу играть какой не хочу играть короче там ну поняли так этому перекидываем сюда вот такие дела там дашка кира тоже будут драться все захотят поиграть вот я думаю если здесь эту штуку оборудовать то мне нужно какие-то там то ли канаты протянуть чтобы у меня была до граница хорошо когда вот и во всякие клубы такие приходишь у них как у них не вай-фай адаптер а у тебя тут такой как бы канат и тебя привязывают как бы к потолку и тебе этот канат да как бы он не дает тебе пройти дальше плюс некой некие некая ограждают еще и прочее а вот в домашних условиях это но проблематичнее сделать то есть не хочется ничего нигде сверлить крутить там чё-то ковырять вот это в потолке понимаете да то есть это надо тоже будет придумать какую-то комнату где боже эти три подряд призвал этих видура в божечке это жесть так чё поехали лд первочь вот такая штука давно не мечтал об этом виаре мы с дашкой думали сидели то есть вариантов было два либо купить кстати вы в курсе что на самом деле в данный момент не существует 100 дюймовых телевизоров как таковых с хорошим качеством все дела то есть это космос 100 дюймов и выше не существует как сделать себе домашний кинотеатр может кто-то когда-то думал проекторы есть проекторы грубо говоря графические это ламповые а сейчас еще появились к сяомовский и прочее лазерные в чем плюс лазерного то что ты можешь прям фактически к стене поставить тебе не нужно его за собой ставить или на стол перед собой чтобы там ноги как-то поставить и прочее но это вся штука стоит охуенный если вам интересно я могу даже видосик показать час а точнее показать сам проектор видосик можете по поводу этого проекта построить на ю тубе с этого проектора можно на стене сделать 200 сука дюймов 200 дюймов вы представляете то есть это вот вся моя стена это будет телевизором и сейчас уже есть доски которые продаются что у вас даже окна могут быть открыты то есть не только кромешной там ночью тьма должна быть в комнате чтобы вы могли там посмотреть фильм в игры можете играть над на 200 дюймовом по сути дела экране это охренеть можно то есть как бы этот ведущий говорит то есть если вам вы руководствуетесь правилом какой телевизор бы ты не купил он все равно кажется маленький вот у меня висит наверху 52 дюйма он кажется таким крохотным 52 дюйма я зашел магазин смотрю 58 и такое ощущение будто он намного больше и уже захотелось его а цена его там полторы-две тысячи баксов а потом ты думаешь блин купить его и потом ты еще больше захочешь и короче мы с дашкой сидим и обсуждаем типа чем мы купим так как денег и на то и на то нет и нет смысла покупать и то и то и такие типа либо виар либо вот эту штукенцию опачки гц-шка самарный и короче типа проголосовали мы втроем что виаром мы будем чаще пользоваться это все-таки как ну типа как игрушка все так серьезно да очень неуспешный призыв вообще ни разу говнище полное продолжаем о чем я там говорил да где я кончил на чем остановился на тебе пингвина чтоб больше тени циркала любит он меня хейтер грязный да так вот и проголосовали типа теоретически 200 дюйм и дюймовый телевизор который ты можешь поставить чуть бы не в любую комнату но нужно с собой везде этот плакат скажем так носить и по деньгам выходит что взять эту штуку вместе с плакатом или полную вир систему ну как бы мне кажется вяра мы будем и больше и чаще пользоваться чем допустим раз в неделю где-то там ночью вечером посмотреть какой-то фильм на огромном экране до взять попкорна и посмотреть конечно хотелось бы и то это бабки не ходи но это сука штука то есть все вместе стоит больше пяти тысяч долларов все вместе сука такая гори в аду больше пяти косарей зелени все вместе стоит а денег на все это нету то есть вариантов два либо купить себе этот вот этот лазерный проектор но при этом спать на первом этаже потому что на втором этаже летом будет невозможно спать у нас там нет ни одного кондиционера вообще эти вентиляторы ставь снизу включая кондиционеры вентиляторами наверх прогонять да и там окно открывать но это что же гемор лучше купить кондиционер радуйся или или корм это плохой призыв делай ресет лерой женский дженкинс продолжаем мне воды просто нету видите я нервничаю переживаю мне просто сушит что это за хуйня все я надеюсь больше ни одной молнии не будет брать жены купил телек за 175 к и до огромной пиздатой но неделю посмотрели уже никто особо не смотрит большую часть времени выключено висит у нас тоже вот тут не но мы телек используем там netflix смотрим youtube смотрим но сейчас у даши появился ноутбук у киры и и старый ноутбук у меня компьютер каждый грубо говоря смотрит все что он хочет свое и в основном да уже телевизор выключен да то что куча гаджетов куча этих девайсов куча всего и как бы каждый занят своими одно что-то вместе уже никто нет такого понятия типа семейный просмотр фильма мы даже едим как-то не то что там плохая семья либо еще что-то и я не вижу смысла сидеть прямо вместе за столом как обеззаловка и жрать вместе потому что мы там семья не знаю я считаю что каждый должен есть тогда когда он захотел вот кира захотела есть она говорит мама я хочу кушать она и взяла там или приготовила или насыпала все и кира есть если я не хочу я не буду давиться с кирой и с дашей потому что мы семья и нам надо вместе есть да вообще срать на это честно не я понимаю там родичи какие-то приехали или так совпало да что все хотят вместе покушать или мы там где-то были до сходили в кино и там приехали якобы голодные просто пример или там на море были и все пришли голодные а там мы не ели и сели вместе поели а так специально ждать кого-то чтоб поесть или собираться вместе чтобы поесть да вообще плевать меня в детстве это бесило честно вот это вот семейная блять хуйня от мамы и папы блять надо вот у силы вот опоилы и все куда вот это ты в комнату вот он и сэш крошки вот там вот оставляешь блять я хотел взять себе в комнату пойти и там похавать ну честно вот блять в детстве идеально было знаете когда я когда меня никто не стопорил я насыпал себе тихонько и убежал свою комнату и там сижу ем ненавидел сидеть вот это вот вместе вот это вот жрать в честно это так меня всегда так вымораживал ладно какой-то праздник там сидит рядом мой брат или какие-то там пацаны пришли да то есть ну все вместе застануты почему бы нет вот это вот постоянное что надо вместе кушать и прочее так бесило но хуанаса те призвали артамиеля хуелия блин пьяный мать его фломастер вот хотя если бы у нас на кухне висел бы телек да прям вот где мы едим мы в основном за барной стойкой едим да мы б наверно там бы чаще ели просто бы там какой-то фильм бы шел либо что-то на ю тубе и скорее все а так ну типа не то чтобы я такой весь охуенно прохаванный я хочу и хавать и одновременно что-то смотреть мне кажется это не всегда хорошо но все же я выберу посмотреть какой-то там видосик в ю тубе или какой-то любимый сериал и пожрать одновременно чем пожрать а потом прийти и смотреть отдельный сериал либо видосик потому что якобы тут я на крышу я ем максимально аккуратно почему потому что мне же это убирать за мной не придет мама и не поубирает у меня тут компьютер не прочистит мне клавиатуру и не протрет стол от того что тут нашмаркался наблевал и насрал ну типа я сам за собой должен убрать это если на пол чё-то упала крошки робот пылесос проехал и тебе тут все поубирал типа блять вообще не проблема и мы с дашкой этот вопрос быстро решили у нее тоже нет такого бзика типа мы все вместе должны сесть кушать ну только если там родичи какие-то приехали типа раз все вместе да то все вместе так и быть если да то есть матери запретили там нести вот это еду на кровати про честно у меня есть вот мы с дашкой это обсуждали мы договорились все дела так сейчас самое сладенькое пойдет чатик вы готовы да то есть есть некий запрет который мы кире установили то есть в комнате в нашей в нашей спальне она не имеет права в спальне есть не чипсы не сухарики ничего такого максимум там если яблоко какой-то да ну то есть то что не крошится то что не будет скорее всего растекаться и капать мне максимально противно если я одеяло поднимаю касаюсь рукой а там такое ощущение будто кто-то знаете по земле по улице ходил и кто-то после этого по кровати походил я постоянно вот это сметаю на пол мне это противно простите то есть я люблю чтоб спальное место было максимально чистое даже два-три волоска на подушке моих же я их пока не смету я не лягу мне так приятней я не хочу дышать своими же своей же перхотью там волосами и прочим то есть я люблю в чистом месте спать это чё фетиш какой-то вроде бы нет правильно все тут нормально у меня с головой вот я объяснил что ну типа даш ты можешь сказать кире что кира может кушать у себя в комнате у себя на кровати я не запрещаю да вот видите я же не сказал что она не может хавать у себя там в комнате ешь на кухне или у себя в комнате то есть вообще без проблем но у себя в комнате она скорее всего долго кушать не будет потому что придет когда-то пора время она вырастет и она поймет что она у себя же срёт в комнате следовательно она либо будет кушать аккуратней либо не будет кушать там вообще вот ну потому что понимаете это ребенок как ни крути. 10 лет. Я в 10 лет тоже особо не смотрел, как я ем. У меня крошилось на пол все это. Ты ж понимаете, да? Тем более, сейчас она там смотрит на планшете, какой-то видосик, может что-то есть, неаккуратно что-то упадет. Претензий нет. Единственное, я же говорю, как некое такое правило, что в спальне это больше не делается. Ну, как ни крути. Не из-за того, что там это типа мой дом, блять. И я буду указывать, как здесь кто будет, что себя делать. Ну, извините, в своем спальном месте ты можешь указать некие правила, да? Вот. Я даже сейчас вспоминаю в детстве, как я к родителям на кровать лез и у них там ел что-то. Вот сейчас я их понимаю, почему они мне говорили не жри у нас на кровати. А мне казалось, это весь мой дом, да, там ну типа, что я не могу и поесть, ну и типа такой обиженный уходил. Да. Ну хоть какое-то, да, должно быть место твое личное, где если ты засрал, то это ты сам засрал, и ты сам уберешь, а не кто-то тебе это обосрал. Ну, то есть, я в этом не вижу ничего плохого. Призови еще ту, которая за акцию. Кто за акцию? Ебаный этот насрать. Что за акцию? Там что-то в акции надо зайти и забрать. А, я понял, а ты про что? Вот эту, да? А ну давай, какая? 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 Ну, еще одна. Да, ну проточишь какой-то из них скиллы, наверное. У тебя там сколько уже их, штук 5-6? Скилла пов, да? Наверное. Так, ну. Мать драконов, да, тоже? Да, призыв. Этот призыв, я думаю, вряд ли кто-то в комментах напишет, что был плохой. Как в предыдущем. Да. А то. Чатик любит засрать, да, чатик? Типа, ой, плохой призыв. Не, мог быть, наверное, и лучше, конечно. Так какой же, 5-й или 6-й первач? Я согласен. Но не один первач, да? Так, шарик на котике. То есть тут хотя бы топовые первачи повыпадали, не просто какой-то мусор, шлак, там дубляжи и прочее. То есть тут, по крайней мере, выпало то, что почему бы нет, пускай будет. Да, можно рассетнуть. Сейчас еще точно будет гарантированный первач, вы же понимаете, да? Мы еще не всех первачей увидели. Да, правда он будет один, так как нету блески. Да, мне бы такое количество свитков, я бы блесок нашел. О, да, у меня сейчас на аракисе 7 или 8. Блесок можно сделать. Так, что это у нас тут? Личинка выпала, Артурик пирожков. Рассеток надо аккаунт, так, шаг, рамки. Ну, уже четверки так не особо, да, возбуждают. Как бы уже ждешь первачей каких-то. Так, что это у нас тут? Тривераст выпал, божечки. Классный персонаж для склада. Этих личинок, это уже какой-то четвертый или пятый, да, ветреный личинок. А мне как раз этих личинок нужно штук 8. Зафулить. Еще! Я увидел 5 звезд, но вот эта вот фигня, которая летает сверху, она не сразу показала образ персонажа. Но я увидел 5 звезд, думаю, бля, еще первач? Да, сверхсущество. Ну, все, теперь у тебя есть Артурик, ГЦ. Да, хоть как-то насрал ему на аккаунте слава яйцам, я даже доволен. Та-ра-та-там. Тин-тин-тин. Так, и... Первач-первач. Так, так, так. Да, вот такие вот дела. Так, еще. О, божечки, что это? Воительница, мать ее, бумеранг. Так, так, так. Кого тебе взять? Кого тебе взять? Взят ты взять. Так, шакрамка, да? Китчпоке. Берем ее. Так. Есть такой. И чатик, ну что, кто будет? Кто? 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 Кто же это будет? Точно первая, честно, обещаю. Сейчас такой хуяк вылазит влажный лешин. Все такие, что? Я такой, да, это я открываю. Какой вуза, иди в жопу. Так, сейчас выпадет ему еще один демон ветра. Пускай падает еще один демон ветра. Пускай праха ему упадет какая-то. Кто еще полезный максимально? А, Эл-Адриэль пускай упадет. Максимально, я считаю, полезный. Чоу. Во. Чоу, мне кажется, тебе нужен. Чоу. Да? Лео, чоу, нужен? Чхиеву, да, пускай упадет. Тритон пускай упадет, а то он его взял, скормил. Дубль, да, какой-то. Тритон. Во. Тритон. Тритон. Поехали. Тритон будет лучший вариант. Карма. Ха-ха-ха, брат, Тритона. Ха-ха-ха, маленький пиздюк тебе упал. Ну, блеска, да? Так, мудрость большой медведицы. Так и хочется сказать, BDSM, но нет, MBM. MBM. Да, вот такие вот дела. Да. Покидаю твой аккаунт, не забудь сменить пароль. Ой, жесть на стриме. Вот такие дела.